в эфире мы в эфире и первое сообщение в нашем чате которые я вижу фил спенсер купить xbox и так каждый ебаный раз до тимур не знает откуда это кстати это из metal gear solid 5 точнее даже граунд точнее даже ground zero я его при жене играл я прошу ground zero сало а вообще-то нет не из ground zero это как раз сантом пэйна самом конце ground zero это в самом конце ground zero вот у нас блин фанат мгс да ни хера подобно когда ты спасаешь в афганистане возвращаешь его на базу пожалуйста пересам залупу перестать лезть лет я еще зайду и смотри финал граунд зерос лайк и дэмон фиддл сука сыграли на тебя как на ебаной скрипке я вижу вас блин за такое почему такие дучные почему не могли согласиться просто что ну да димка конечно и таки друг другу подмигиваем типа ну да да почему нельзя так сделать это вот это вот это вот это вот как сказать дим 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 ты ты вот и ты неправка что вот таких случаях же все намного проще берешь смысле а что это вы устраиваете мне тут кибербуллинг это такая токсичность тут у нас в чате-то у короче ребята все с вами понятно берешь такой типу и начинаешь педалирует эту тему начинаешь анитис аркисян там писать ты понимаешь что тоже не положняк уже вместо того чтобы анонсироваться ты сейчас вот сидишь обсудить что на metal gear в который ты не играл так димка ты сейчас второй раз такой эти обосрался смотри смотри димка ты понимаешь что ты уже второй раз обосрался подряд ну что теперь сидеть обтекать нет ты знаешь это это надо сегодня запустить новые голосования димка обосрался и двоеточие да нет спасибо а у меня смотри спайдерменом тут нарисовано ничего показать и блять ваша камера нет на стриме и мы мак я максу показал макс тебе я хорошо я выведу ваша камера на вас зачем не на все вывожу все вывожу вывожу что-то показываешь такое ps4 покажи еще раз покажи еще набрал это поиспеть все набрал если что тимур только что показывал напольный вентилятор у меня очень милый и симпатичный барсик спешит дико не обосрался если прочитает от комментарий ставь класс димка не обосрался давай ждем к насколько вот насколько всем это правда можно мы как-нибудь перейти с этой скользкой я бы сказал даже коричневой темы на что-то другое пожалуйста на что-то хочешь перейти я не знаю может мужа у вас что ты хочешь перейти мы дали спортироваться в масло подожди народу мало еще никого нет ты там есть что вы только дядя 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 вася вот пришел какой-то там тетя срака понимаешь все нужно чтобы весь подъезд собрался димкин те на футболке написано гей как говорится кто что видит фиш кто что видит вот именно я ем кубничку вот что видит тимур и образ тимура стал менее гетеросексуальным сейчас гетеросексуальность такая типа да и тут надо я еще я еще пью просека понимаешь поэтому если бы то было у тебя вы просто поэтому ну-ка я помню я прихожу до на до нашего дткд пошел в мою местную разливу ху пивом купить но перехожу и девочка такая там которая заказ и горит ой нам мохито завезли очень вкусно как раз летний хотите попробовать и я такой на нее смотрю и думаю блин попробую не попробовать попробую не попробовать блин то есть стоит ли стоит брать она это видимо восприняла да что я типа суровым взглядом на нее смотрю и такая а ну ладно так бы сказали что что вы что окей а я я даже еще решить надо все-таки пойти по брюсе я провожу фильмы снимают плохое плохое впечатление произведение димка это как фильмы гнаш таки типа вот человек сделал огромные усилия над собой пока полчаса при люди как у нас из квартиры выходит как он собрался с духом очень тяжело потому что выйти на улицу это целое сердце и вот он и вот он в приходит такой в магазин там обычная девушка такая что вы хотите махито перед ней стоит такой мужик и не моргает и смотрит на нее и она такая все в порядке мужика там просто типа целая достав в голове целый сериал прокатывается сериал довольно старый я даже не знаю как он назывался по-английски но по русски его показывали по моему по тв-6 помнишь тв-6 или к и он назывался как в кино не помнишь такой сериал на сериал не помню это короче я уже вспомнил из история была встреча это был ситком такой довольно тупой про чувака который работает в офисе не помню кем он работал офисе вот он приходит типа на работу вот и какой-то смешной диалог происходит а он вспоминает точно такую же историю но из фильмов и у него включается флэшбэк из старых черно-белых американских фильмов ну то есть там наш там как-нибудь касабланка там условно буквально на там три секунды потом фига сразу же происходит ну то есть вот и за это за за вот этот счет возникал типа комичный эффект я каждый раз когда смотрю каких-нибудь условных гриффинов вспоминаю что вот этот эффект вот когда знаешь вспышка флэшбэка типа хуяк заканчивается и типа дальше комедийный эффект она вот тогда еще появилась сериал по-английски dream dream on по-моему назывался как так dream on вот эта история с тем чтобы показать какой-то скетч в момент когда к тебе смешная ситуация а вы помните как вот та ситуация и типа раз показывается на самом деле довольно много где бы девушка из разливайки занесла нам один евро раз в жизни первой решила подкатить называется вот так вот так вот такая игрива как тот кота к над которым значок загрузки ладно пацаны короче давайте потихонечку начинать опять же поздно у нас как обычно все позже 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 настики начинаем короче на сосали повезло много классных стикеров поэтому пацаны заносите 200 рублей больше и вы сможете поставить один из очень крутых стикеров на лицо диме можно лицо тимур ему тоже не против нет на лицо диме еще можно создать этот козел козел пущения на который все все срываются и ноют то есть как бы димка такой такой раз подъедает еще транквилизаторов и такой все нормально рассказывал про идиотский мультик который типа создатель брикклберри там была одна единственная смешная шутка которая меня улыбнула скажем так это когда с утра мужик приходит на работу ну типа в полицейский участок и видят что собака но которая говорящая там собака она спит короче мистер пикал с которым нет не мистер пикал с это как этот как полицейский участок но собака-то по-моему было мистер пикал сомни собаку зовут bullet но неважно короче история не в этом но приходит с утра рано в полицейский участок типа слопает угробка дверью собака к сколько времени только типа там 7 утра чуть не пропустил завтрак и короче берет насыпается гору таблеток заливает это виски начинает жрать и вынюхивает дорожку кокса это блять завтрак это было охуенно что по лору там типа местному собака следит за этими за уликами господи ну понятно короче такое ладно короче мы начинаем давайте потихонечку мы посерьезки прям да прям все сразу готовы добрый вечер дамы и господа мы начинаем завтрак с номер 100 сейчас я посмотрю в шоу ноты секундочку я забыл 189 спасибо у нас эти должен сказать что у нас там есть один плагин который через который мы раздаем скажем так вам подкасты и он обновился и теперь он показывает точную статистику того сколько у нас всего вообще подкастов включая всякие спешилы включая всякие фичи и прочее прочее очень очень удобно это смотреть ну короче ладно 239 239 выпусков 239 недель 239 там были спешила там были приводны конечно вот начал ну короче 230 220 плюс точно то есть минимум 220 недель мы ебашим короче а этот выпуск 189 его его так незаметно хуп и попали в прошлое как вам такое я могу сказать что много чего поменялось вы если вдруг давайте знаете вот как вот так сделать мы стали старше вы слушаете завтрак с номер 189 в котором ведущие стали старше мудрее и крайне задолбались сидеть с вами несколько сотен недель подряд но на самом деле мы все еще очень вам рад мы надеемся что вы тоже рады нам потому что с вами один из лучших подкастов в россии и в мире про технологии игры медиа интернет вашу мамку и божью залупу которая сейчас предъявляет именно лицо на стриме не смотрите наши стримы то вы много теряете кстати говоря но с другой стороны 189 выпуск это не 239 это в принципе нам есть еще куда записываться я надеюсь что мы не закроемся после 189 выпуска потому что мы наговорим так вот сейчас так доброго что нас точно забанят на ютубе и будем выходить 8 9 выпуск это лучший подкаст про игры медиа технологии playstation из оставшихся сами ли вы его выбрали или вы выбрали за вас это один из лучших подкастов россии я такого высокого мнения завтра касте что решил выступить здесь своим пущим и разместить здесь свое представительство в цитадели так вежливо предоставленные нашими покровителями не просто интересно когда максу надоест он вспомнил что у нас шутка уже была это не шутка чем дальше мы движемся в 2020 тем серьезнее half-life начинает смотреться второй как документальное кино нет нет как документальное кино смотрится идиократия вот это действительно документальное кино все остальное что происходит сейчас 2020 я могу сказать что это все фигня собачьи вы еще дождитесь того что нас ждет 2021 вот такая вот затравочка прекрасная картинка когда чувак такой довольный а это же бинокль в июле посмотрю что будет в июле средства и несколько о господи нет на китайская ядерная война такой сериал заза вспомни что будет флэш как кажется так его называли в оригинале там же история была в том что люди на краткий миг увидели свое будущее а некоторые не увидели потому что все до свидания да ну давайте для всех наших слушателей немножко как бы проясним потому что если вы вдруг первый раз жизни включили завтра каст нашли его в айтюнс приемники потому что вы прочитали про него каком-нибудь суперкрутом издании или вы услышали на конференции как тимур рассказывает насколько очень классный делай подкаст в этот момент вы сейчас включили и думаете вот ггк 3 человека там хуйню какой-то говорят да я бы тоже выключил но последуйте опыту наших слушателей знаете вот которые периодически пишут о том что вы знаете я вот начинал слушать за 40 хуйня ебучая вот это все пиздец а потом через год дал еще раз шанс блин лучший подкаст вообще на заношенную патреоне уже сколько тысяча двести долларов за меня слушал все выпуски в 8 раз да 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 такие звучи есть мы не врём такое бывает иногда но не в общем то мы лучше нас мы хотим да я хотел сказать что как бы если вы первый раз жизни вообще слышите про завтра каст завтра каст это подкаст который удостоился премии лучший подкаст про технологии от радио маяк нет не устану переставать эту идиотию потому что на самом деле вроде смешно но все равно круто но так или иначе завтра каст один из самых успешных подкастов в россии если вы вдруг слушаете нас первый раз тоже как бы не знаете вообще чё к чему а вообще с вами тимур я маркетолог из москвы с нами дмитрий замбак это профессиональный подкастер из москвы дмитрий замбак из москвы спасибо здрасте это я и у нас с нами еще на проводе это замечательный профессиональный видеограф фотограф отец и просто прекрасный еврей это максим зарецкий прямиком из казани таки шелом единственный человек который как бы не будет вам говорить о том что а что это вы припоминаете еврейская принадлежность вы что расист короче я бы сказал вы что забыли вообще я кстати напоминаю что у нас был 25 выпуск который назывался мы не сани бойский подкаст и там люди специально придумали джинкл который я обязательно вставлю вот в смонтированной версии где-то мой 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 не сани бойский давайте сразу честно признаем это хор при чем это сделал давайте сразу честно признаем что мы все же сани поиски под у меня вот иксбук спустя столько выпусков можно честно признаться что это так ну камон но вдруг кто-то не догадывался раньше почему вы считаете что мы сани бойский подкаст вот и ты почему так считаешь потому что мы сейчас будем обсуждать конференцию sony мы будем это долго делать подожди подожди мы прям разберем все по полочкам каждую и зачем надо брать next-gen и почему дизайн хоро и прям даже блять предчувствую как это сейчас будет то есть вот сейчас тимур такой дизайн консоли спортный но он красивый а я ему сразу говорю говно и мы обсуждали за полгода такой знаешь с этой за огромной коробкой за спиной такой никогда мне не мешал максиму обсуждали конференцию xbox а треть выпуска практически мы реально рассказывали типа что вот какие игры там вот якобы вашим то давайте давайте как-то вот объективно прямо сейчас пойдем и расскажем про то что показала компания sony на своих но прежде чем мы это сделаем прежде чем мы это сделаем нас есть небольшой природу нет ну этот само собой вы понимаете дело в том что завтра кассы все-таки это немножко коммерческая организация вот если мы были бы нко у нас будет сразу значили щемить типа вот там найти иностранный агент вот это все короче а мы же все-таки мы нормальные обычный найти бизнес такой поэтому сами понимаете но вообще прикол в том что пацаны мы хотели рассказать про то что вам как раз в первую очередь поможет именно если у вас все таки есть бизнес особенно если вы занимаетесь интернет рекламой напоминаю вам что огромное количество раз меня просят пожалуйста тимур сделай блок подкаст патреон рассылку телеграм-канал хотя бы аудиосообщение в телеграме про маркетинг и мне немножко в этом плане сложно но я могу рассказать что есть довольно крутой ресурс который называется клик ру клик точку и суть в том что это такой так скажем сервис который поможет профессионалам и не очень профессионалам запустить и оптимизировать рекламные кампании в перформанс канала то есть это яндекс директ google ads который google реклама там в контакте my target ну то есть грубо говоря большое количество бизнеса в россии там и не в россии пользуются этими соответственно инструментами для того чтобы продвигать себя в интернетах и вот в общем-то клик ру это очень крутой кабинет который как бы позволяет во первых все это запускать и во вторых это делать круто классно подешевле и эффективно вот почему во первых дело в том что у них большое количество вещей может быть оптимизировано то есть во первых у них есть генератор объявлений поверьте мне это супер заебская вещь если особенно у вас там типа куча куча продуктов особенно там типа не знаю тысячи продуктов короче вам нужно для каждого сделать объявление но это реально заебская история а тут как бы ну то он просто по ключевым словам по нужным там типа выгрузкам с вашего сайта просто генерить эти объявления самостоятельно есть соответственно медиапланер как делать эти все рекламные кампании автоматически менеджер ставок что тоже довольно удобно несмотря на то что все рекламные кабинеты позволяют это делать самостоятельно но прогнозировать то как вы эти ставки будут работать особенно на основе данных там от конкурентов и прочего это будет сложно сделать а тут как бы ну вас за вас все делают плюс еще есть такие прямо специфические штуки типа например того чтобы там парсер аудитории пабликов для века это нужно для того чтобы как вы понимаете соответственно под на потом на этих людей таргетировать рекламу потом всякие интерактивные чек-листы для оптимизации компании кучи кучи всякого остального вот причем сервис бесплатный ну для большинства для большинства функций но если что-то нужно более сложное то естественно он уже становится платным но при этом вот в чем прикол что сервис очень удобен еще для бухгалтерии я просто ну если вы вдруг занимаетесь контекстной рекламы то наверняка знаете что там всякие формирование счетов там актов и прочее это очень сложно особенно если это иностранные компании типа гугла там и прочее всякие остальные там фейсбуке и прочее проводить ну гугла полегче потому что у них есть российское лицо с фейсбуком иногда бывает сложнее со всякими другими рекламными сетями тоже сложнее короче автоматизированный документ оборот который сами все для вас делают все подготавливают чтобы вам было максимально удобно с вашей бухгалтерией работать ну и плюс еще у них довольно крутая штука есть это партнерская программа особенно если вы являетесь например так скажем фрилансовым таргетологом или там работе ну у вас есть агентство которое как раз таки сопровождает различных клиентов то через партнерскую программу вы можете получать довольно большой кэш процентный за соответственно ну за рекламные кампании за рекламные расходы ваших клиентов что довольно таки круто на самом деле и соответственно эти деньги не просто пускать куда-то другие рекламные кампании прямо выводить чистым кэшу что довольно классно короче попробуйте в общем-то кликру попробуйте пройти по нашей ссылочке у нас там мы вам обязательно этом разместим в описании и не забудьте что вы можете воспользоваться промокодом завтра каст он даст вам огромное количество преференций очень сниженные комиссии и в общем-то кучу всяких классных ништяков поэтому имейте ввиду попробуйте кликру если вы таргетолог как бы вполне возможно что вам понравится и это частично облегчит вам работу или вообще сильную вот а теперь да мы сани поиски по заказам давайте сразу скажем во первых для тех кто живет в танке и пропустил на прошлой неделе sony показывала игры для некс гена те которые брендировались под playstation 5 и соответственно она показала как сама выглядит playstation 5 и в общем-то вся эта конференция ознаменовал собой начало наверное эпохи некс гена который уже теперь можно смело называть карен геном скажем так ну карен ген я неожиданно понял что карен ген это такая когда вечно недовольный геймер требует менеджера да хорошая шутка от макса хорошая шутка от макса поставьте маркер нет это плохая шутка потому что нужно объяснить дело в том что мемы про карен это популярно только в сша в россии практически неизвестно про них ничего это правда короче если вдруг вы не знаете что такое мемы про карен карен в американских интернетах это такая знаете сферическая я бы так сказал знаете тетя света которая позовите у юбичной прической и которая говорит по жизни знаете всем недовольно приходит в любой магаз в любой вообще кофицианту к чему угодно она всегда недовольна и всегда говорит зовите менеджера я сейчас разберусь с вами это просто карен ген это как дтф отреагировал на эту трансляцию серьезно ох нифига нам там стикер занесли пацаны и вы просто такого еще не видел кто-то прям реально заебался и расставил знаете я посмотрю хотя бы как это выглядит человека нужно озвучить сатаник салат на 25 евро когда живешь в праге и услышал дткд что завтракас возможно приедет сюда с меня экскурсия по пиву вот так вот появилось и появилось больше желание ческать приехать в прагу дальше больше чем дткд цене бой за место рублей на странице ps5 м видео после обновления страницы можно видеть дату старта продаж 31 декабря думаете реальное нет это сто процентов на тоже есть рублей передайте пожалуйста привет катуши видим катюши но хорошо ладно привет катуши или катюши привет катюша до туши 2 болезни с 237 и рублей стикер так стикер димка ты же хотел чтобы тимур тоже был там был адский стикер я там было два два яйца на моем лице 2d коза занесла 200 рублей что-то на лицо димки спасибо привет из уганды занесла 200 рублей угандожьте меня 14 запятая 78 бразильских реалу я тебя поправлю хорошо ладно г-11 за 200 рублей мысленно я с вами по факту в записи устал покой ночи братан ничего страшного посмотришь в записи мы от этого хуже не станем я надеюсь это пока все по донатам и наконец все самое главное самое главное бесплатно хуеса 100 рублей дима пожалуйста очень мягко ясните мурчику что он слишком навязчиво отрабатывает джинсу не на целевую аудиторию нет чувак джинса это если бы мы говорили что это не реклама понимаешь это джинса да вот как сейчас мы будем говорить про playstation 5 знаешь там типа рубрика playstation 5 завтра кассе развивается при поддержке playstation но нет но не проблема пацаны поэтому мы сейчас будем абсолютно честны и будем прям четко вам рассказывать абсолютно про все вот значит пацаны как вы понимаете после того как иксбокс мгунг пук я просто чапсу сразу представил такой такой а все тебе уже надо идти ну ладно хорошо пока вот это отвратительная шутка мне не нравится ну короче пока иксбокс вот там передел в лужу пришел такой даст и чат playstation так и сказал там что типа мол давайте я вам покажу хорошие игры и все такие типа были а пацаны сейчас будут пиздаты игры но на самом деле все оказалось не так просто потому что напоминаю вам что конференция playstation началась с того что показали логотип rockstar и все такие сразу да и все таки да gta 6 gta 6 ну блять ну это широк стар пацаны мне понравилось мне понравился кстати на момент когда видел ролик такой мемный где сидит какой-то мне приходится делать паузу потому что я подготавливаю свой русский мозг мозг к этому афроамериканец вот сидит и такой пацаны это замечательная игра которая появится уже на трех поколениях консолей будучи при этом не просто там каким-то ремейком там и так далее но с другой стороны каждый раз когда это про дожди подожди это полная хуйня потому что есть же резин тыл 4 там война фэнтези 7 и прочее подропавляется вообще на каком-то безумном количестве консолей простых fighters забыл я бы сказал так во первых почему-то люди решили что это просто тупо переиздание хотя в пресс-релизе четко написано что оно будет мало того что улучшено под playstation 5 и там будет некие дополнения я так подозреваю что это скорее всего херня собачья это эти дополнения ты какие-нибудь там специальные режимы для gta онлайн но есть у меня такое подозреваемого эксклюзивная машина или типа того да но как бы давайте давайте будем надеяться что они что-нибудь сделают с синглом ну вдруг ну вдруг у рейтрейсинг у тебя на машину добавить ну вдруг не а потом окажется грамм это не как какой-нибудь фанатский шейдер взяли накатили на консольную версию я я абсолютно не удивлюсь мы кстати обсуждали обсуждали в титре историю того что типа новый ssd в playstation 5 такой мощный такой быстрый позволяет и абсолютно моментально запускать все все игры наверное gta онлайн будет работать гораздо нет не будет вообще никаким образом потому что есть шанс будешь ездить на большой скорости летать что у тебя в воздухе не будет прогружаться типа предметы город и геометрия города есть шанс все-таки будет прогружаться побыстрее чуть-чуть и что дальность прорисовки вырастет и что будет не пять машин вокруг тебя разных типов как бы ну просто по 20 штук каждого а что будет там 100 видов машину согласись начинать конфу с анонсами 5 я довольно глупо что это абсолютно правильный шаг потому что gta 5 это самая продаваемая игра последних шести месяцев я понимаю что мы живем в своем пузыре хардкорного гейминга что мы живем в своем манимирке великих замечательных игр но народ играет gta 5 и когда ты говоришь широкой аудитории что gta 5 онлайн будет и на playstation 5 это очень важный массаж как бы серьезно я понимаю что он неприятен нам как хардкорным игрокам но мы пузырь мы живем я с удовольствием поиграю блять если там будет 60 fps я с удовольствием плюс они еще ведь делают охуительную штуку они каждый месяц до релиза игры на playstation 5 будут выдавать всем владельцам playstation 4 по миллиону баксов внутри игровой валюты каждый месяц всем владельцам playstation плюс до playstation плюс пардон да всем владельцам playstation плюс и сама игра будет на запуске абсолютно бесплатный для всех кого есть gta 5 на playstation 5 на playstation 4 в общем у нас сзади идет видео где у меня упала вкладка с трансляции просто потрясающе вот момент просто короче пацаны в общем мы все видели когда gta онлайн как бы такие и знаете-то типа ростар потом и вот так вот дальше у нас совершенно очевидно было эти там такие руки показаны с рук на спадает кожа костюм и мы подумали так что 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 это что это что что-то молнии вокруг какие-то мы такие что 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 что-то это так и типа кусочек костюма мы видим что там такие-то типа паутинка такие а ну понятно spider-man и потом типа спадает все больше и больше куски костюма и мы видим, что там черная афроамиканская кожа, мы такие, а, значит, игра про Майлза Моралеса будет. И так и оказалось, да. Я вас понимаю, что она так и называется, да, Spider-Man Miles Morales. И это спин-офф, давайте сразу проясним, это спин-офф. Просто многие игражуры не поняли этого. Да, 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 это полноценная стенд-лоун игра на манеру Lost Legacy, которая будет, естественно, во многом основана на Spider-Man, который уже вышел. И, естественно, она будет там более графонистая, более классная, будет рассказывать про Моралеса. И два момента. Первый, я хайпую аккуратненько, потому что мультфильм про Моралеса, который через вселенные охренительный. Если есть желание, этого персонажа можно прописать очень хорошо. А второй момент, это то, что я вот купил новый телевизор, я потом про это еще в подкасте расскажу. Я запустил там Marvel Spider-Man. И я такой, кошечка, кошечка, как же он выглядит до сих пор шикарно? Как же это будет выглядеть на Дзгене? А это еще и он читает. Тут возникает вопрос. Во-первых, если это спин-офф, значит, она не будет такой прям большой по продолжительности, как полноценная вторая часть. У них было два года, визжок и ассеты. Если это 70% от первой части, это уже часов 20. Ты знаешь, Димка, на самом деле, Uncharted Lost Legacy, кстати, хороший пример в этом плане, потому что он... Плохой пример, ты знаешь, почему? Это плохой пример, потому что это Uncharted Dog. Нет, многие думали, что он короткий, а он был большой. Come on. Uncharted Dog. А это Insomniac. Come on. Подожди-ка, подожди-ка. Вот, ты помнишь, у Sucker Punch был спин-офф Famous, да, First Light. Он, на самом деле, он был такой более-менее прикольный, как бы он тоже был не короткий. Я могу объяснить, почему ваши примеры как раз подтверждают мою точку зрения. Смотри. First Light, это игра на том же самом движке, что Infamous Second Sound с тем же самым городом поменяли только сюжет и главные персонажи. Я практически уверен, что в этом Spider-Man будет тот же самый город, те же самые с этой. Вообще все, блядь, то же самое. Даже геймплей точно такой же. Более разнообразное. Ну, короче. Димка. Просто я, 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 я перечисляю свои опасения, скажем так. Смотри, Димка. Я тебе сразу скажу, что, короче, город будет тот же самый. Моралес новый. Графоны навернут просто, типа, сверху того, чего не вошло в Spider-Man. Добавят врагов, которые не вошли в Spider-Man, а не вошли в DLC, потому что якобы должно было уже быть больше DLC на самом деле. И там будет больше врагов. И я думаю, что это действительно сделать короткую, потому что напоминаю тебе, что все-таки все говорят о том, что Spider-Man 2, что он будет, он просто будет позже. И там как бы будет совершенно другая история. Там будет лучший графон. Там, возможно, будет и другой город. И, возможно, ну, там говорят, что там уже другие враги. Там уже, помнишь, ликали, когда, типа, ну, там были сливы, утечки. Говорили же там, типа, что снег будет, и что враги какие там конкретно будут. Ну, то есть очень много вещей там уже рассказывают. Короче. Кстати, я встречал мнение, в том числе и в Твиттерах, и прочих, что, в принципе, Spider-Man не впечатляет там никаким микрофоном. Мы сейчас поговорим про другие игры, но остальные игры тоже, как бы, не впечатляют никаким микрофоном, и прочее. Я могу сразу сказать, что я думал, откуда же у людей вот такое мнение? Потому что мы, когда смотрели трансляжку, мы там все на хайпе, и такие, господи, это же выглядит просто круто. Ну, реально круто. Ну, это совсем не занебойский подкаст. Я понимаю, ну, просто придраться можно, но я просто говорю, что вот такое было мнение. И многие говорили то, что на Ютубе было качество полное говно. То есть вот та трансляжка, которую мы смотрели на Твиче, она была гораздо качественнее, чем то, что показывали на Ютубе. Мне интересно, как это вообще работает? Ну, то есть, как можно было показывать в разные битрейджи, что ли, в разные сервисы? От нагрузки, видимо, динамический транскодер. Прикинь, тебя смотрят миллиона два человек одновременно. И ты стараешься при этом не упасть, будучи Ютубом. Будучи Ютубом. Да, ты понимаешь, ты будешь шакалить все до последней капли. Но одно могу сказать точно. Если по городу я жду примерно таких ассетов, само лицо Моралиса это все-таки скачок в поколениях. Я просто к тому, что если вы не заметили графона вообще, в принципе, то вам стоит пересмотреть все вот эти трейлеры в 4К. Они выложены на том же канале Sony. Не все есть в 4К, сразу же говорю. Но вот эти основные, они есть, и вы можете включить их на своем компьютере и посмотреть, как в 4К это выглядит. Количество деталей там в кадре очень большое. То есть вот тот же Spider-Man, он может быть не сильно поражает, потому что там буквально несколько севгенов. Давай честно скажем, это крусген. Но все остальное, оно, конечно, ты смотришь и думаешь, хм, прикольно. Слушайте, пацаны, я вам просто напоминаю, что есть некоторые вещи, некоторые вот игры, которые выходят там между поколениями, они в любом случае будут, скорее всего, без какого-то супер-гипер-большого скачка. И вот Spider-Man это одна из этих игр, которые выходят одновременно на двух консолях и которые не выглядят как то, она не выйдет на PS4 Тимур, она только на PS5, да, это правда. Да, только на PS5. Ладно. Проблема в том, что это игра, которая делалась явно быстро, ну то есть там по два года, да, знаешь, они там читали, которые предыдущий Spider-Man делали, они наверняка экономили на всем, чем можно, то есть там город то же самый, там прохожие там те же самые, все, наверное, хм, 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 тейк. Я уверен, что это было DLC для Spider-Man, который превратили его. Или так, да, да. То есть просто мы навернем побольше частиц, теперь у нас Spider-Man типа в 10 раз быстрее перемещается и моментально там подгружается. А с другой стороны, вы знаете, ты смотришь на продажи первого Spider-Mana, такой понимаешь, что да, иметь такой проект на запуске, наверное, нужно. Потому что я вам напомню, что первый Spider-Man продался за двадцатку миллионов копий. Это просто безумие. Ну потому что... Spider-Man точнее не отмену E3, а то, что Sony не приедет на E3. Это было еще до коронавируса, помните историю? И Макс тогда сказал хорошую фразу, что Sony это вообще такой довольно крупный бренд, которому возможно выставка и нахер не нужна. Поскольку люди и так прекрасно знают этот бренд, да, то есть ты им называешь, что у Sony есть PlayStation, и все это понимают. Ага, речь идет о игровой приставке, которых там пять штук есть, да, то есть вот как бы у людей на слуху этот бренд. То же самое там бренд какой-то Марио и так далее. Так вот Spider-Man это такой бренд, под которым люди купят все, что угодно. То есть как бы ты можешь просто, не знаю, выпустить дженерик говно, люди с ракутами. А если ты сочетаешь бренды PlayStation 5 и Spider-Man, то есть ты понимаешь, это просто рождает огромную фенеру. Да, это хороший эксклюзив, который выйдет на PlayStation 5. Это вот та вещь, которая будет продавать эти PlayStation. Вы знаете, шутки с шутками, но мы сегодня вспоминали до записи подкаста новый скриншот из будущего трейлера, который сейчас выйдет у Avengers, у Мстителей. И по-моему, Макс хорошо пошутил о том, что это же по сути похоже на воронежский косплей или казанский косплей, косплей типа Мстителей, который можно назвать, знаете, эти Отомстители. Защитники, да-да-да. Погодите, дайте, я это прямо на стриме покажу, потому что это скриншот стоит увидеть. Просто понимаете, это тот самый момент, когда ты понимаешь, что вот Crystal Dynamics не стоило давать делать эту игру. Да нормально это выглядит. Че, ну подумаешь, они одеты в такие костюмы непонятные. Ну подумаешь, они не похожи. Серьезно попросить просто вот найти инзомник и сказать, а можете, пожалуйста, не только Spider-Man, а вот по зязи, еще вот, вот еще про Мстителей сделайте, пожалуйста. А кто справа стоит? Точнее слева от Iron Man. Это кто такая? Это Камала Харрис. Первый, первый Лакбар. Короче, вот Мстители. А, мусульманский миссис Марвел, что ли, или как ее там зовут? Мисс Марвел, наверное. Мисс Марвел. Почему Миссис? Может она и Миссис понятия не имеет. Как это называется? Алла Яббар? Вот. Алла Яббар. Короче, пацаны, в общем, я могу сказать так, что вот, когда ты играешь Spider-Man, ты видишь персонажей, которых они сделали, и они не похожи на Spider-Man Homecoming. Ну, то есть вообще. И при этом они все равно сделаны настолько как бы прикольно, что ты такой, типа, ага, окей, но ты принимаешь как условность такой, да, окей, это вот не те персонажи, но в целом, типа, окей. И причем, ну, там так круто поставлены вот эти все кат-сцены, так круто поставлены все эти босс-файты, особенно, я помню, был момент с Octopus, я не буду говорить, там, типа, не спалите, если вдруг вы не играли, блядь, в игру, но с Octopus, когда происходит там главное сражение, ебаться, сраться, ты просто такой, ну, ты просто охуеваешь от того, что происходит на экране, насколько это сделано. Мне больше понравилось сражение с Sinistress X, или как они там называются? Ну, там вообще все босс-файты, как бы поставлены строго дела. Короче, у каждого вещь свое, как бы, мне просто вот с Octopus, я просто охуел от того, когда увидел то, что происходит на экране, и вот все эти кат-сцены, мимика, лица, типажи, как они их подобрали, вот здесь Crystal Dynamics не справились с задачей вообще, то есть ты понимаешь, что вот они всрали задачу полностью, как бы. А Insomniac, типа, справится, по-твоему, со Spider-Man. А у тебя есть сомнения? Есть сомнения, потому что это спин-офф. Спин-офф обычно тратит не очень много сил и времени, скажем так. Ты знаешь, я думаю, по шкале от спин-оффа Sony до эксклюзива Xbox, я не буду развивать эту мысль, потому что нас опять обвинят в говноедстве, но я смотрю на Grounded и понимаю, что нет, я уж лучше спин-офф от Sony, подожду. Ты, кстати, из курса, что в Grounded скоро в Steam демка выйдет? Я тебя затащу туда скотина. Ты пойдешь со мной пиздить жукову. Пиздить жуков, наверное, самым главным хайлайтом демонстрации, особенно SSD, о котором так много говорили, стал Ratchet & Clank абсолютно внезапно, потому что слухи про него ходили давно и, в общем-то, саму игру ожидали. Почему Ratchet & Clank и Ratchet? Он же Ratchet. Ratchet. Ratchet & Clank и Ratchet & Clank и Ratchet & Clank и Ratchet & Clank со своими глазами она выглядит вот реально как поколенческий скачок. Она выглядит потрясающе. Я могу сказать, что очень много историй связаны с тем, что, во-первых, это мультик. Ну, то есть, она выглядит как мультик. Я знаю, мультфильмы нарисованы хуже. И даже... Дело даже не в том, что это мультик, а дело в том, что люди думают, что это CG. Особенно те, кто не видел, как выглядел первый Ratchet & Clank, который на PlayStation 4 выглядит. Он когда вышел на PlayStation 4, уже тогда можно было его принять за мультфильм, потому что там было, блядь, настолько красиво, что он был похож на... В этом и проблема, разница. Потому что первый выглядел уже круто. Да, во втором. И поэтому отсюда возникают вот эти все мнения, что, мол, геймплея мало показали. Ой, мало показали геймплея, блядь. Там в катсценах FPS проседает, как бы. Мало геймплея показали, показали CG ролик. Чего вы мне врёте? Это CG ролик, блядь. Чего вы мне рассказываете? Специально сидели и фреймы вырезали. Да, да, да. Я могу сказать, что вот то, что вы видите на экране, это и есть геймплей. Ratchet & Clank так и будет выглядеть. Почему мы так думаем? Потому что если вы вспомните трейлер первого Ratchet & Clank, как когда его показывали на PS4. Он выглядел хуже, чем игра. Он выглядел не то, что хуже, там тоже люди думали, что это как бы пререндер. Абсолютно никто не верил, что это игровая графика. А в релизе он стал ещё лучше. Игрофон и был, да. Это была удивительная история. Короче, более того, здесь даже не графон. Вот мы много говорим про графон, а главное, что показали, это то, как Ratchet переключается, Ratchet переключается между мирами буквально за пару секунд. И там грузятся не маленькие уровни, а целые, блядь, огромные локации планеты. И он между несколькими перескакивает. С другой стороны, с чего вы решили, что локация целиком грузится, если это как раз в ролике не показывается? Она мелькает там несколько секунд, камон. Объясню вам, после того, как показали ролик, который есть на Ютьюбе, и вы можете посмотреть его в 4К, внутри самой демонстрации, показали геймплейный сниппет игры, где примерно две минуты играли в Ratchet и Clank с живым интерфейсом и прочим. Там на лету переключали уровни. Это механика. Это буквально игровая механика. Подожди, хорошо, а почему ты решил, что такого не было на предыдущем поколении? Ты помнишь Titanfall 2? Там была история... Один и тот же уровень с разными текстурами? Ну, пожалуйста, но они все равно очень круто выглядят. Это все равно, что, извини тебя, за секунду будет переключение между Лос-Антосом и Либерти-Сити. Хорошо, вспомни Prey. Не Prey, который Prey, а Prey, который самый первый Prey. Который на маленьких уровнях кишках. Да, в котором ты заходишь в портал и попадаешь в абсолютно другое помещение. Да, где 5 ассетов на всю игру. Я не спорю, я просто говорю о том, что такого рода технологии будет. Ты сейчас поменяешь понятие, потому что я тебе говорю, самый близкий пример, это все равно, что у тебя будет с RDR 2 на GTA 5 переключаться мгновенно по нажатию кнопки. У тебя он будет заходить в портал и хобот на диком западе. Заходи в портал. Зачем? Зачем идти далеко? Вы просто берете, типа, и в GTA 5 телепортируйте. Делайте Quick Travel, да. от классных разработчиков, потому что напомню вам, что прошлый Ratchet & Clank был хорошим. Это была хорошая добротная игра. Многим не очень нравилось в тот момент, когда, знаешь, когда ты взрослый, такой еба-мужик, давайте стрелять. Ты не будешь играть в детские игры, тебе надо что-нибудь, чтобы было по... Некоторым людям, при этом, если ты такой, типа, более, знаете, широких взглядов человек, короче, если вы более широких взглядов человек, то вообще, в принципе, даете шанс разным играм, вообще совсем разным, симуляторам ходьбы, стратегиям, всяким там, визуальным новеллам, ну и так далее, и так далее. Ну, короче, самым разным играм, то есть вам похуй, что это за жанр, типа, ну вы попробуйте посмотреть. Турочный кланк, на самом деле, очень многим заходил. Ну, это один из Skylight'ов демонстрации, по факту. И, как бы, я могу сказать, что это будет просто та же самая хорошая, добротная, классная, клёвая игра, такой хороший платформер, только она ещё будет пиздец красивая. Вы знаете, не забывайте о том, что мы об этом ещё пока не говорили, но об этом стоит упомянуть. Дело в том, что представлено всего было 24 игры. И понятно, что не все из них эксклюзивы PlayStation, некоторые из них временные, эксклюзивы, то есть только там, допустим, год будет, а спустя год Херакса и на Xbox или там на ПК. Некоторые игры вообще практически сразу выходят везде, то есть эти 24 игры просто те, которые показывали на этой презентации. Но я могу сказать так, очень радует, что было большое разнообразие всего. Ну, то есть, не просто условно там, вот тебе Uncharted, вот тебе там, не знаю, сиквел Horizon, вот тебе еще вот это что-то. Знаешь, такие типичные эксклюзивы Sony, вот тебе God of War. Как там было в 2015 году, давайте God of War показывать на каждой E3. Нет, вместо этого показали очень большое разнообразие. То есть, игры для детей, игры там, типа, для взрослых, игры там, для семейных, игры там, для поехавших автосимеров, типа, Максимки. То есть, есть большое разнообразие жанров, это реально хорошо. То есть, мне кажется, что вы можете найти игру по вашим интересам. Максимка, например, вот про свой GT Sport. Я могу сказать, что Gran Turismo 7 в 4K и SuperQuest выглядит охренительно. Там Ray Tracing, это, наверное, самая агрессивно продвигающая Ray Tracing игра из всей линейки. Там те модели, теперь в гонках, которые используются в фоторежиме, супер детализированные. Там самое главное, на самом деле, несмотря на всю техническую мощь, я уверен, что он будет шикарный 3D-звук, что он будет прекрасный управлением с DualSense, что он будет восхитительной графикой, HDR, бла-бла-бла. Мне очень понравилось, что они вернули карьеру а-ля Gran Turismo 4. Если вы не щупали Gran Turismo Sport, потому что она очень схематичная, семерку имеет смысл ждать, потому что первое, что они показывают в ебло после этого небольшого ролика с графоном, это меню карьеры. То есть, серьезно, они очень сильно заморочились. Слушай, а скажи мне такой момент, я так понимаю, что GT 7 не выйдет на старте PlayStation 5? Она, ты заметь, там вообще почти не было дат, я думаю, они наученные Last of Us сейчас из-за ковида стараются до самого последнего момента не давать. То есть, мы не знаем, какие игры будут на старте. Я думаю, ланч-линейку мы узнаем в конце лета, когда уже будет точно все известно по логистике, точно все известно по цене, точно все известно по карантину, потому что сейчас все ожидают вторую волну. я думаю, это сильно сказывается на объявлении дат, потому что, ну как ты скажешь, что игра выйдет в 2020 году, например, если она в нем не выйдет. Да. Короче, глянем. Я думаю, это во многом связано именно с тем, что пока нет большой уверенности в том, как будет развиваться год. Говоря про то, что выглядит красиво, но в чем нет большой уверенности, Square Enix своей студии Luminous, которая делала пятнадцатую финалку, показала технодемку, которая называется Project Atia. Эта технодемка сделана, скорее всего, на движке Luminous. Она красиво выглядит, ничего не скажешь. Это типа Катя без буквы К. Да, 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 да. Она выглядит очень красиво, очень графонисто. Большая проблема всех игр с припиской Project у Square Enix, они обычно не выходят. Другой вопрос, что Square Enix сейчас нанял в студию дизайнера боевой системы DMC-5 и, скорее всего, это будет слэшер. А, ты думаешь, это слэшер? Что что? Я думал, что это 3D-action какой-то. Бля, вы забыли, самое главное, что сценаристом игры станет сценарист из Гой Ван. Да, да, да. Гэри Уиттер. А из Гой Ван считается хорошим фильмом? Потому что мне, помню, понравился, но сценарий был у него такой, да. Нормальный, нормальный. Хороший фильм. Короче, Project Atia это то, что, в общем-то, готовят third party. Примерно такой таргет стоит ждать от мультплатформы, наверное, графически. За то, что реально... Выглядит круто. Да. Выглядит круто. Что реально поразило лично меня, это, ну, сугубо личные эмоции, это игра Stray. Про котеночка с трюкзачком, который ходит с кибербанковым обществом, где люди вымерли, остались только роботы, и носят посылочки. Такой Death Stranding про котик очень милый. Это игра, сделанная на Unreal Engine, и она выглядит просто охуеть, учитывая, что... Выглядит охуеть чисто за счет стилизации, камон. Но это инди, которая выглядит просто шикарно. Реально. То есть это вот это, знаете, это показ возможностей следующего поколения, если у инди-разработчика есть голова на плечах. Ну, не знаю. Я могу сказать, что я про этот проект услышал еще очень давно, потому что... Из Twitter про этот плечом, да? Да, я следил за разработчиком, который, соответственно, это делал. Изначально это был просто его проект, типа по 3D-графике, где он просто делал классную гифку с котенком, который идет по настилам, ну, типа, этим вентиляционным всяким там штукам, там, и так далее, в киберпанковом городе. И ты такой, типа, о, прикольный. Кот, по-моему, был значимым черным. Да. Вот, а потом он стал рыжим. Просто рыжие коты симпатичнее, как бы. Но у них нет души, а черные коты это опасный тема. Вы знаете, что с 3D выйдет везде? Да. Это вот та игра, которая выйдет и на предыдущей консоли, то есть она выйдет на PS4, и на ПК. Я думаю, они себе поддержат графон. Ну, я просто к тому, что это, как бы, не какой-то next-gen title, камон. Ну, все равно. Говоря, по-моему, next-gen title, причем... Я хотел сказать очень важную штуку о том, что вот Димаш такой, а вы знаете, что-то игра выйдет везде? Знаете, кто еще так же говорил? Ну. Официальный аккаунт Xbox! Я могу сказать, что мне понравилась история с Windows Central, который же топит постоянно за Microsoft, Xbox, там, даже Windows Central, правильно? Вот. Они после презентации Sony выкатили статью, на котором написали заголовок, что все показанные игры на конференции Sony выйдут на Xbox Series X. Даже Харайзин? Ну, они написали все. Избирь из Мыши 7, да. Понимаешь? Мне интересно, какое количество худёв в Панамку им прилетело на это? Никакое. Я думаю, что большинство людей просто не тормозаешь. Да нет, я считаю много народу, я просто к тому, что они провели хорошую таблицу, в которой там, типа, показано, где какая игра выходит. И ты смотришь на неё и думаешь, ну, да, но только она же выходит не сейчас, а попозже. Через год? Нет, не обязательно через год, попозже, непонятно когда. Может, через месяц, может, через год, может, через пять лет. Я вам напоминаю, что в момент, когда игра с PlayStation 4 или с PlayStation 5 спустя шесть с половиной лет выходит на другой платформе, в этот момент появляется куча картины и теряются эксклюзивы. Есть ещё. В этом плане... Просто бля... Вы слышали, как у Нинтендо пропал эксклюзив тут недавно? Точнее, это эксклюзив даже не Нинтендо, это был эксклюзив 3DS, который внезапно появился на Вите и потом с Виты пропал и появился в Стиме спустя хуй знает сколько лет и сейчас занимает топовые места в Стиме. Ты проперсов в 4 Golden, что ли? Конечно. Подожди-ка, она появилась на 3DS? Она была на 3DS-ке же, разве нет? Серьёзно? Нет, нет. Димка, ты пиздишь. Ну ладно, хорошо, я не помню. Я... Хорошо, была Вита. При этом ПК-версия, чтобы вы понимали, это один-в-один Вита-версия, где абсолютно все, всю 2D-графику прогнали через Wi-Fi Upscaler. Уровень... Что это такое? Другая проблема. Дело в том, что... Wi-Fi Upscaler. Wi-Fi Upscaler это AI-шный, ну, типа, искусственный интеллект, нейросеть, которая апскейлит картинки на основе, типа, данных датасетов. Вот. Короче, пацаны, самое главное другое, есть другой важный момент. Он заключается в том, что между Person 4, которая была на PlayStation 2, и Person 4 Golden, которая была на PlayStation Vita, есть большие две разницы. Первая разница заключается в том, что Person 4 Golden добавили кучу сюжета, кучу, там, типа, изменений в механиках, так далее, ну, то есть, сделали игру лучше. Но PlayStation Vita, поскольку, как бы, японские криворучие, вот, пиздоглазые разработчики не способны сделать нормальную, как бы, игру... Не на 3DS, на PlayStation 2 она была, во, я вспомнил. PlayStation 2, потом Vita, теперь пока. Так вот, из-за того, что криворукие разработчики не способны были оптимизировать игру, чтобы она в том же виде, в котором была на PlayStation 2, но с улучшенной графикой, чуть-чуть улучшенной, появилась на PlayStation Vita, они вырезали из нее кучу геометрии, например, то есть, огромное количество есть моментов, когда, например, достаточно локации, но у тебя на PlayStation 2, но с хуевеньким разрешением, да, у тебя там, видно, сзади, там, типа, линии лэб стоят, там, типа, какие-то репки торчат из грядок, там, и прочее, короче, а потом ты смотришь на PlayStation Vita, что репки пропадают, линии лэб пропадают, и вообще, типа, все становится такое. Плоское. Хуеватенькое, да, как бы, но разрешение повыше, но хуеватенько. Так вот, на ПК взяли версию как раз-таки с PlayStation Vita, типа, и просто ее обскейнули, как бы, и все. Когда вы ждете какую-то эксклюзивность, велик шанс, что вы можете нарваться на проклятие фанатов Resident, которые на ПК до сих пор VR-версию седьмой части ждут. Четвертый год пошел, третий, некомный. Это сих пор эксклюзив PlayStation. Так что посмотрим, как там пойдет. Говоря про неожиданные проекты, которые не являются Индией, и, в общем-то, мне лично, вот, очень ожидаемы. Housemarque, это студия, известная совершенно прекрасными аркадными Rezogun, который, кстати, выходил на старт с прошлого поколения. Прекрасная Alien Nation, в которую мы играли все втроем, в коопе. Эта замечательная игра Twin Stick и другими-другими классными штуками, они, наконец-то, сделали нарративную игру на деньги Sony. Это Second Party, по факту. Она называется Returnal. Она типичная игра Housemarque, потому что, несмотря на то, что она третьего лица и нарративная, на тебя в экран летит огромное количество цветного говна. Так что, не вернись. Успевай быстро нажимать кнопочки, давай, ты же сможешь. Она мне, на самом деле, немножко даже напомнила Vanquish, но другой вопрос, что она эксплуатирует концепцию фильма «Грань будущего», и история вся в том, что планета, на которой оказалась главная героиня и пробивается там к своей свободе, она динамически и процедурно меняется, причем, по-моему, в реальном времени. Опять же, это флекс с SSD-мощностями. Ты знаешь, я хотел сказать важную штуку, что у нас есть маленькая студия инди, которая показывает игру, в которой очень красивые эффекты, прикольную анимацию, лиц сделали, прикольные кассцены и так далее, а потом показывает геймплей, где идет женщина, начинает стрелять в коридорах, и там прям вот такая пустая локация, как будто японцы игру сделали, знаете, вот все пусто, локации, вообще ничего нету, типа все полигоны ушли в женщину, понимаете, а все остальное, типа все пусто, вот, и вот это немножко грустновато мне стало, но я понимаю, что это индюшатина, как бы, и особо надеяться не стоило. Ну и самое главное, надо понимать, что все-таки игры Half-Mark, они в первую очередь про геймплей, и в этом вопросе они еще ни разу не влажали, поэтому я горячо жду, и если вам понравился Razogun, если вам понравился Alienation, если вы любите такие быстрые аркадные игры, тоже заветую добавить ее в очлист, то есть это будет, наверное, интересный проект. Давайте я зачитаю донаты, пока вы там остановились на одной игре. Astrak, за нас там 400 рублей, Sony молодцы, но если без шуток Xbox вообще в полной жопе теперь, или у них есть шанс, интересные игры не увидел, графика пока тоже хз. Я могу сказать, что у Xbox, якобы в июле, будет какая-то презентация, скорее всего, они покажут игры в First Party, которых они делают очень долго, тот же самый Halo, да, те же самые, как это игра про Суббошедшую женщину? Hellblade. Hellblade, точно. Вот это все покажут в июле, посмотрим, чем ответит Xbox. Я думаю, что вообще они на самом деле заняли и те, и другие такую выжидательную позицию. Никто не говорит, сколько стоит консоль, все ждут, когда конкурент объявит. Никто не говорит, типа, когда выйдут наши игры. Все-таки, ну, как бы, выйдут. Когда-нибудь, когда-нибудь, да, выйдут точно. Поэтому каждый ждет, когда другой раскроет все свои карты. То есть, мы прям вернулись в консольную войну 2005-2006 года. Прям, бля, черт, прям, хорошо. Не знаю, мне кажется, что конкуренция, это клево. То есть, если Xbox ответит хорошо, даже может будет, может быть, я даже дам ему второй шанс. Посмотрим, посмотрим. Оставь хладильник. что ты, Димка, давай. что, нормально. Хладильник, купи. Добро, занесно 300 рублей, все еще, вы все еще лучше подкаст, а я терплю этого с самого начала. Спасибо, что твой офигенный, передавайте приветы вашим котеям. Хорошо, спасибо, братан, передадим. Арташи занесно 200 рублей, спасибо, что напомнили купить паука, пока скидки в PlayStation Story. Да, нет, что-то. Сатаник Салат занесно 237 рублей, посмотрел сравнение GT7 против GT Sport и уже просто херил, хотя я гонки не особо люблю. Много улучшений в мелких деталях, текстуры, свет и так далее. Я советую посмотреть сравнение GT Sport против Forza Motorsport, которая выходила на этом поколении, и ты поймешь, что GT это, в принципе, та игра, после которой можно полюбить автомобиль. Можно не полюбить гонки, но как там люди дрочат на машины. что я не сказал в GT Sport, а очень важную вещь, которую они ввели назад после пятой и шестой части, связанную с апгрейдом на новое поколение, из-за того, что там мощные видеокарты, хороший процессор, они вернули динамическое время, смену времени суток и погоды. То есть один из главных флексов в трейлере это были вот эти облака. О, Рэй. Господи, облака. Е-бой. Я это видел в GTA. Антош, спасибо, вы клевые. Спасибо тебе, Антоша. Знаешь, как в этом, как на презентации киберпанка. Нет, ты клевый. Да, 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 да. Серхио Бридз за 100 рублей вечер, ребята, давно не видел вас лайпом. На разговоры про PlayStation 5, Apple и аниме отдельно респект Максу за рекомендацию Torchlight. Ну, еще поговорим про него. Я не Torch, я просто сладко думал. Фил Спенсер за 100 рублей. Тимура. Тимура тоже вышел на работу, каждый вечер приходит домой, плюхаюсь на кровать без сил. Подскажи, как ты борешься. Бля, пацаны, очень тяжело, потому что я могу сказать, что единственный способ это ебануть кофе и просто вот, знаете, собрать себя в кулак прям вот этим вот осознанным усилием. Очень тяжело. Не всегда получается, наверное, там можно душ холодный принять. Потому что вот так мы, например, записывали... Что мы записывали в основном времени? Что-то мы записывали, да. ДТКД. ДТКД, когда мы делали, да. Когда мы ДТКД в воскресенье делали, вот мне было так хуёво, вы даже не представляете, короче. Я реально... И поскольку у нас так получилось, типа, что в пятницу, типа, в субботу и вот-вот в два дня мы реально не могли сделать там по той или иной причине, и тут я понимаю, что если я сейчас не смогу, то мы вообще не запишем ДТКД, а нам надо. И я иду, знаете, такой кофе ебанул. Холодный душ ебанул. Короче, я такой прям... А, твой! И такой всё. И прям пошёл и делаешь. Да. Тяжело. Сэр, молодой человек, знаешь, там 400 рублей, вышел из отпуска с новостью о том, что порезали ЗП. А ведь хотел стать с вами боем. Прям на выходе. Братишка, ну, как бы, смотри на вещи позитивнее. У тебя, по крайней мере, осталась работа. Да. Это правда. Пусть и сурезанной ЗП, но она хотя бы есть. Уже хорошо. Так, это всё. И следующее на очереди у нас... Давайте пропустим парочку, Игорь. Давайте мы быстренько пройдёмся. Кратенько прям, да. Смотрите, во-первых, пока... Если помните, было большое количество слухов о том, что сделают, типа, клёвую гонку футуристичную, которую покажут. Может быть что-то другое и делает где-то там какая-то одна из студий Суни, но то, что показали, тоже с футуристичной гонкой. Вот я очень надеюсь, что это не то, что было в слухах. Потому что Destruction All Stars, это, знаете, такой, типа, приходят клёвые чуваки, садятся в клёвые тачки, ты такой думаешь, а, ну вот это и есть та самая автористичная гонка. Нет, нихуя. Это Destruction Derby Короче, это игра, которую, по-моему, никто не ждёт. Они сделали, как сказать, family friendly twisted metal. Ну, то есть, они сделали персонажи, которые выглядят, как, типа, а-ля Fortnite, прям один в один. И, типа, и twisted metal, в таких, таких немножко мультяшных машинках. И ты такой, блядь, хуйта, просто пиздец. Предрекаю смерть в первые две недели. Вот, всё. Ну, не знаю. Я предрекаю через полгода раздачу в плюсе. И смерть через ещё неделю. Вот. Короче, пацаны, дальше следующая игра, которая как раз-таки вызвала огромное количество споров среди разных людей. Дело в том, что показывают игру, которая выглядит как мультфильм и в некоторых местах даже круче, чем Рачита Кланг. И все такие, типа, чё это, чё это, чё это, чё это, чё это. А это просто инди-игра, которая называется Кена, Bridge of Spirits. Это инди-игра про девочку, которая находится в фантазийном мире и может управлять типа местными такими полусуществами, полупризраками, короче. И мерчендайзом, скажи уж честно. Да. Они выглядят как специально сделанные мерчендайз. Короче, ну вы понимаете, что это инди-игра, типа, скорее всего, про мерч там явно не думали. Там думали, что это милые существа. Она выйдет на ПК и, по-моему, даже на Иксбоксе. Она на ПК есть ее системные требования на ПК и что-то они больно маленькие для такого графона. Есть какой-то подвох. Есть какой-то подвох. Димка, Димка, знаешь, какой есть подвох? Ну. Запускаешь любое видео в Ютубе, которое называется Potato Mod и смотришь, как может выглядеть Ведьмак 3. Понимаешь? Ну вы зря утрируете, то есть как бы минимальные рекомендуемые требования пишут сами разработчики. Я думаю, что там не по Тейтамод. как выглядел Юнити на минимальных машинах, когда он вышел в 2000 каком-то 13-м году или 14-м. Ну просто, она не выглядит как инди-игра. Вы согласились со мной, что это не инди-игра? Ну потому что вам про это рассказывал, собственно, Савченко из Unreal в одном из наших прошлых выпусков, что сам движок, ну в смысле сами Толзы настолько сильно выросли по уровню и высокоурованности и в целом своим возможностям, что сейчас можно создавать больше и меньше. Это логично. Потому что одна из основных фишек следующего поколения это даже не графон ради графона, это оптимизированный пайплайн, что тебе не нужно создавать дублирующие ассеты, потому что у тебя все стримится с SSD. Тебе не нужно создавать там уебищного качества модели, чтобы они подменяли модели хорошего. Переключи камеру на секунду, буквально на секундочку. Мне так, чисто для образовательных целей. Надь, спасибо. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Кена это опять же очень классная игра для демонстрации на ревью ивенте консоли, потому что она показывает то, как может выглядеть инди на PS5. То есть это именно что в том числе носит такой характер предсказательный. Мы еще дойдем до инди на PS5, потому что там есть конкретный пример прям инди на PS5. Ну, Кена мы так осторожно ждем. Я очень хайпую. Дальше показывали довольно странную игру Goodbye Vulcan High. И это рисованная игра про... Кен, у тебя отлично написано в шоу-нотах. Зачитай. Ну, блин, я не хочу. Ну, ладно, хорошо. Зачитай. ЛГБТ-говно про динозавров. Блядь. Пацаны, почему я даже не помню эту игру вообще? Ты был бухой просто. Я реально не помню вообще. Да нет, серьезно, я помню все остальные игры. Ты рассказывал историю, что там игра про динозавра. Ты рассказывал что ли, что Vulcan High это типа блядь школа так называется. Come on. Ааа, блядь. Охуенно игра. Охуенно игра. Короче, пацаны, что такое Goodbye Vulcan High? ЛГБТ-говно про динозавров по-моему отлично ее иллюстрирует. Это игра, которая как бы сделана в формате, насколько я понял, типа, такой анимированный визуальный новеллы, где типа прям реально происходят прям анимации 2D, красивые, нарисованные. И, ну, типа, вот в этом старом жанре, помните, были в 90-е годы, рисовали, типа, антропоморфных динозавров, и про них, что у них там типа происходит. И такие несколько сериалов, несколько фильмов таких было. Короче, здесь про антропоморфных динозавров сделали, по сути, такой, как это называется, Life is Strange, только типа 2D, и там типа динозавры, и там тоже какая-то дичь происходит. Вот, если вообще можно представить себе дичь 2D динозаврами в школе. как называется вот эта история с аниме, которая такая добрая-добрая, прям, добрая-добрая? Сейчас тебе скажу, оно... Есть какой-то жанр. Сейчас, оно называется типа рекреационное аниме, и сейчас я тебе скажу, бля, как же... Вот очень похоже, что это именно такого рода история, но там... Называется Яшикей, Яшикей, короче, вот, это типа это аниме, которое такое... Нет, не Ясика, это типа такое аниме, которое типа как хорошо, что я в этом не разбираюсь. Где-то сикает аниме по данцу. Я просто Тимура подъебнул это было, было тонкая шутка, чтобы ты понимал. Я не, как бы, мы бы... Короче, в общем, прикол в том, что типа это на самом деле такой инди-дешевый вариант Stranger Things, только с динозаврами. Life is Strange, так сказать. Life is Strange, да, прости, прошу прощения. Говоря, про другое инди, которое мы с Димкой лично хайпаем, наконец-то показали, что этот проект GIF, он классный Old World Soulstorm. Это Old World, выглядит он классно, выглядит он прикольно, для Unity игры он выглядит вообще замечательно. Выйдет, кстати, не только на PlayStation 5, выйдет на PlayStation 4, на PC, на PC, везде, короче, да. Да, но это здорово, мы всячески хайпаем, и самое главное, что проект GIF, потому что он в разработке находится уже ту и вуху чудес, серьезно. Ты, кстати, знаешь, что его спонсируют Unity? Да, я в курсе, это как бы шоу-кейс движка, по факту. Ну, никак не шоу-кейс, но они показывали заставки на одной из конференций Unity, что, мол, типа, вот мы можем и так красиво делать. Но Oddworld я жду, потому что Oddworld одна из тех игр, в которых я играл на первый PlayStation, и мне очень понравился, как он назывался, New Antesty, предыдущая часть, которая вышла на PlayStation, тоже, кстати, есть на PS4. И я прям вот жду-жду-жду-жду-жду-жду. Мне очень нравится, что они не стали делать продолжение второй части, они вот сделали конкретно новую игру, скажем так, в том же сеттинге. С той же историей. Что еще? Что еще? Показали мультиплатформу достаточно много, и, во-первых, признаки жизни подал Голслай в Токио. Извините, что я раз прерву, я просто не стал вылезать, но я вижу, что вы уже приходите, а вам нечего было сказать. Дело в том, что если вы нас вдруг внезапно смотрите, слушаете очень давно, но вы совершенно не представляете себе, что такое вообще Oddworld, дело в том, что Oddworld это довольно крутая, придуманная очень давно вселенная, первые игры, из которых выглядели очень необычно вообще для того времени. Дело в том, что это были довольно реалистично пререндеренные персонажи в такой постапокалитическом таком мире, где, ну, типа, рабство, вот это все, но только там не люди, а какие-то совершенно адовейшие существа. Ну, потому что называется Oddworld, типа, странный мир. Или вообще даже не гуманоидоподобные, но там прям вот такой киберпанк супер-пупер, типа там, три тысячи лет спустя, условно, да, и там, как бы, рабство, стрельба, лазерные лучи, там и так далее, как бы, и при этом это была очень крутая игра, потому что там, ну, типа, круто отыгрывались все эти там типажи, и она была очень-очень-очень такой прям темный, знаете, мрачноватая, история была. Прямо мрачная-мрачная, вот. Потом там сделали пару игр, которые были довольно отстойные, трехмерные, которые не вписывались в эту историю, но они были при этом в этом же самом мире придуманном, в том числе был А ты играл, кстати, с Angel Reve, да, ты играл? Да, я играл, прошел половину, забросил, потому что просто невозможно бороться с камерой. Блин, меня камера просто пиздец. Она устарела, она устарела идейно, там очень много интерфейсных решений. Ее недавно, кстати, на Switch'е переиздали, если вам очень хочется поиграть. Если там оставили ту же самую камеру, пиздец, я просто не оставил. Оставили, оставили, оставили. В смысле? Я просто к тому, что вот Oddworld крутая на самом деле вселенная, и вот когда они переделали самую первую игру в Oddworld, которая, и по сути, вот сделали ее типа в трехмерном виде, она, да, New Intestine, она чуть-чуть приблизилась к той, вот так скажем, очень мрачной такой атмосфере, которая была в то время, но не смогла ее добиться. Подожди, New Intestine, это двумерная игра. Она сделана 3D, она 3D, но двумерная проекция, да, но я просто к тому, что это знаете, как сравнить, пацаны, что, вот помните Fallout 1 и Fallout 2, если его сравнить с Fallout 3, то есть Fallout 3 вроде тоже пытается сохранить какие-то такие типа вот тоже очень мрачные там нотки, вот и все, но Fallout 1 и Fallout 2, вот он такой двухмерный, имеет свой такой шарм определенный, и этот шарм, он такой прям пиздец мрачный, дарковый такой, да, такой вот еще немножко местами ироничный, но пиздатый. Fallout 3 не получилось, воспроизвести эту историю, и вот в New Intested тоже не получилось воспроизвести атмосферу оригинального Oddworld. Короче, ты путаешь, я тебе объясню, ты путаешь World, есть Oddworld, который полностью трехмерный, 3D экшен, полностью трехмерный, выходил на... Я не говорю о нем вообще сейчас. то есть его не существует, да? Я не говорю о нем сейчас, я говорю о том, что типа как раз о ремейке и по сути как бы вот о изначальном Oddworld двухмерном, я просто к тому, что у них не получилось и боюсь, что в этой игре, я посмотрел, там очень круто, там много добавили новых интересных механик, типа ты там сражаешь, ну там типа пытаешься вывести гекконов или как там назывались этих чуваков? Их звали очень смешным названием, они назывались мудаконы. Мудаконы, да, мудаконы, короче, вот этих мудаконов ты пытаешься вывести там с движущего поезда и так далее, они там похожи на Лемминга, потому что теперь ты их можешь вести не три человека, а там 25 человек, ну окей, но вот атмосфера вот этой вот, той такой дарковой, такой прям, вот прям адской такой атмосферы, вот их ее нету больше. Я говорю, ты путаешь, потому что Oddworld New and Tasty, это полностью ремейк просто Oddworld первого. Именно об этом я несколько раз сейчас сказал. Ну просто он один в один ремейк, там вся та же атмосфера абсолютно. Да, да, выглядит абсолютно не так. Ну ладно, хорошо. Он полностью не такой. Это твоя вкусовщина, я могу сказать, что мне New and Tasty очень сильно понравился, я в свое время прям с удовольствием. но он выглядит вообще не так в плане атмосферы. Короче, пацаны, ждем новый Oddworld, в любом случае, интересно, что получится. Говоря про ArtPati, который от крупных издателей, там был достаточно большой блок, показали Ghostwire Tokyo, который делал Якумина Камура, который уже непонятно где работает. Можно непопулярное мнение? Якумина Камура пиздец, хуйня ебучая. Это первое, да, мнение, а второе мнение, Голстовер Токио, хуйня ебучая, просто именно ебучая. Откуда вы знали? Это популярное мнение, да? Черт. Тогда я расскажу другое. Не знаю. Бля, чувак, игра, которая сделана, знаешь, как будто она сделана для мобильного VR-а. То есть, она настолько плохо выглядит. Она выглядит так, что не заинтересовала вообще. Ты знаешь, она неожиданно для меня, я ожидал что-то в духе сирены, Forbidden Siren, японские мифы, мистика, вся хуйня. Это богатейшая тема. Мне показали Watch Dogs только за 3 копейки. Я так ищу. Что? А почему здесь Watch Dogs? А ты посмотри промо-арты, она реально напоминает третий Watch Dogs больше всего визуально. Вообще не похоже. Вообще не напоминает мистическую игру. Ну, серьезно, посмотри промо-арты, посмотри внимательно трейлер, он реально по цветовой гамме, по всем этим цифровым заемам похож скорее на Watch Dogs. Это очень странно. Ну, цифровые заебы, да, согласен. Но вообще сама по себе игра выглядит так, как будто ее сделали за 3 копейки очень быстро. И, в общем-то, ты такой, ну, ладно. Надо сражаться с, типа, с призраками. С ягами, да. Ты такой, окей. Токио. Ты такой, да. А можно там всех посмотреть? Следующую игру, пожалуйста. Да, следующая игра это, кстати, классная, на мой взгляд, инди Jet the Far Shore и создают ее авторы Super Brothers Source and Sorcery. Кстати, мобильная игра, которая в свое время очень сильно выстрелила на айфонах. Да, да. Ты играл? Очень сильно. Во-первых, ее педалировали абсолютно все журналисты, там, типа, всякие там известные деятели, блогеры, инфлуенсеры и так далее, потому что там Sword and Sorcery прям была реально охренительная. Она прям была красивая, классная, с классной музыкой, с интересными геймплейными механиками. Так вот, типа, симулятор ходьбы в пиксельном 2D, но при этом сделанный круто. Он был очень круто сделан и срежиссирован музыкально. Jet мы ждем осторожно, хотя понятно, что этот проект выйдет везде, включая, наверное, в Apple Arcade. Он, знаете, он такой про космических монгол. Даже неожиданно. Знаешь, такая орда улетает в небо. Космических монгол-то, блин. Откуда у них ракеты? Зачем задавать такие глупые вопросы? Именно поэтому надо играть в Destiny 2, чтобы понять, откуда у них ракеты. На космодроме, конечно, взяли. В общем, история в том, что выглядит интересно. Посмотрим, что выйдет. Что точно выглядит неинтересно, я думаю, у нас будет общий консенсор, что это. Слушай, подожди-ка, я хотел сказать по поводу игры с Words and Sorcery, вот этих чуваков, которые сделали. О том, что, вы знаете, это выглядит, как иногда показывают некоторые игры индюшательные, типа на Kickstarter, например. Super Brothers с Words and Sorcery, да, мы про нее. Ну, типа, они делают там, просто, вот прям нереальная супер механика, супер концепция, очень художественная, очень круто, очень классно. А давайте еще на Sundance покажем, а давайте еще где-нибудь покажем, а давайте вот на SX, SouthX by SXO SouthWest покажем, вот это все, все такие, да, 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 круто, круто, ты такой смотришь, такой, блядь, что это за хуйня вообще? Ты вообще не понимаешь, что происходит на игране, как бы, и такой, типа, ну, реально не понимаешь, а тебе говорят, это круто. Ты такой, почему круто? Ну, потому что, ну, ты что, посмотри, концепция. А там, типа, ну, реально ничего не понятно, как бы, ну, и ты такой сидишь, думаешь, ну, давайте вы поумерьте свои ожидания от этой игры, она будет очень красивой, классной ебаниной, которой полигон поставит 10 из 10. Да, и выйдет в Apple Arcade, да. Слушайте, я могу вам сказать, что, если помните, была такая игра, которую раздавали, в том числе, бесплатно в PlayStation Plus давно, и, типа, от нее ссали кипятком вообще абсолютно все, там, игражуры и так далее, она называлась Хохокум, где, типа, такие змеи воздушные, типа, ну, воздушные змеи не в смысле воздушные змеи бумажные, а в смысле, блядь, змей, который в воздухе летает, вот он там, типа, летает, летает, типа, ты куда-то должен попасть, разные дырки, музыка какая-то играет, блядь, я бросил реально через полчаса, потому что я просто не понял, куда лететь. Слушай, ты понимаешь, что мы скатились до обсуждения Индии, я тебе могу сказать, что это не та вещь, которую стоило вообще в принципе показывать. Мне кажется, что нарезка вот Индии говны, как это было у условного Майкрософта, знаешь, когда ты берешь ролик... И у Xbox'а, и у PlayStation'а, да. Ты показываешь ролик, который идет там, две минуты, и там просто нарезка Индии под какую-нибудь бодрую музыку. Это и то намного лучше смотрится, чем вот ты просто смотришь трейлер, уй, пойми чего. Да, именитые разработчики, то есть, да, их там, Super Brother Source and Sorcery, она хорошенечко взлетела, А ты помнишь, что они делали эксклюзив для Xbox'а? Нет. Подожди, Below? Это их? Да! Нет, подожди. Да! По-моему... И он вышел на Xbox'е, всем на него было поебать, потом у него выпустили на ПК, и всем на него еще раз было поебать. И... А теперь, да, вот на PlayStation делают. Я пытался в него играть, я не смог, она очень скучна. Дело даже не в том, что она там, типа, как-то плохо сделана, она сделана нормально, она просто скучная. Ну, то есть, прям совсем. Это правда? Я могу сказать, что я, если честно, вот увидев про эти Cyberman Go, я прям понял, что ожидать каких-то там, типа, чудес не стоит. Я думаю, что, скорее всего... прикольно и любопытно, мне кажется. Потому что визуально это интересно. Я просто к тому, что, чтобы вы не думали совсем, потому что мы сонебойский подкаст, как бы, мы довольно критично относимся к таким вещам. И, как бы, вот я смотрю на игру, и я не понимаю, чуть-чуть за хуйня вообще. И вспоминаю, я тоже... Да, да. Знаешь, я смотрю на игру и не понимаю, что это за хуйня вообще. У меня в сторону другого релиза. Называется Godfall. У нас шоу-нота хорошо написано, краткое описание ее. Godfall, говно. Все, можно больше ничего не рассказывать, серьезно. Все, все. Короче, пацаны, пацаны, есть такая игра Godfall, которая делает гирбокс. Точнее, не гирбокс, она ее сдает. Ее делает маленькая студия, а гирбокс ее выпускает. Так вот, Godfall, это игра, которую впервые анонсировали на PlayStation 5. Они сказали, типа, блядь, это игра, которая выйдет на PlayStation 5. И все такие, видите, с лупой такие, за лупой, блядь, смотрят, типа, чего это за игра-то такая? Вот. И... Говно. Ну, сливали же кучу ее геймплеев до этого, типа, маленьких кусочков, И все такие, смотрели, какая-то хуйня полная. Вот. Так вот, они показывают, и все, казалось, трейлер. Знаете, что, все поняли, что хуйня ебучая, реально, блядь, игра, говно, и Дима правильно сказал на стриме о том, что эта игра, которую, типа, один раз запустишь, такой, и выключишь, нахуй. Да, это так. Она мне напоминает, помните, на эпике издавали игру на айпад, Infinity Blade. Infinity Blade, точнее. не, Infinity Blade это была игра, где ты, типа, как симулятор ходьбы, где ты тыкаешь, иди туда, я не веду, а там дальше битва, про стилистику, Дима про стилистику, стилистически она похожа. Infinity Blade. Ну, но вообще, ты знаешь, тебе показали этот трейлер, естественно, по-дребчански, чтобы у тебя еще сильнее рвотные рефлексы сработали. Чтобы тебя прям бомбануло еще больше. Да, и ты такой смотришь, и как тот котик на картинке, показываешь, к вам такой хуйня. Запомните этот подкаст, запомните время, чтобы нас троллить, потому что, потому что, я уверен, что на старте PlayStation 5 настолько будет безыгрье, что мы будем играть и в это говно. Нет, пацаны, мы не будем играть в ебучий, ссатый Godfall, короче. Давайте быстренько дальше пройдемся, короче, пацаны. Solar Ash это игра от создателей Hyper Light Drifter, одной из моих любимых инди-игр вообще ever. Ну, это реально охренеть, какая крутая игра. Solar Ash это трехмерная, так, знаете, игра выглядит как Unity, это уже приговор. как просто как Unity выглядит. Как движок Unity выглядит. Как движок Unity выглядит. Это прям приговор. Криндактор кода в Unity. Паблик воет, вся вот эта хуйня. Выгляд хуевато, короче, но она по атмосфере немножко напоминает Rhyme, который мне на самом деле понравился. Вот, и я знаю, Rhyme многие хуесосят, но мне понравился. Мне хуесосим, просто мне кажется, это настолько generic indie. Ну да, она красивая, но как бы и что. Ну, кстати, многие ее хуесосят, бля, чувак, я прям кайфовал, когда играл в Rhyme. Вот, я ничего не могу сказать, потому что мне очень важна вот эта атмосфера, понимаешь, там, музыка, вот, что происходит, как это там, вот, ты так додумываешь там. Ну, хорошо, а Solar Ash что? Вот Solar Ash, он напоминает чуть-чуть по атмосфере, как бы тоже, ты идешь куда-то, кого-то там пиздишь, как бы, раз сюжет узнаешь, там вот это все. Ну, я могу сказать, что я ничего от этой игры особо не жду, но то, что ее делают чуваки, которые делали Hyper Light Drifter, для меня, ну, такой, типа, небольшой такой знак плюса, но если она выйдет говном, я первым скажу, приду и скажу, блядь, хуйта. Просто вот, ну, как бы, ну, Exhibit 1, this is who it is, понимаешь, как бы все. Поэтому, как бы, пацаны, но давайте придем более... В плюсе через 3 месяца, вот серьезно тебе говорю. Давайте мы придем к более важному анонсу, потому что у нас реально анонсировали крупную мажорную игру. Если вы помните... И классно выглядящую, надо сказать. Если вы помните, компания IO Interactive, датские разработчики Hitman, они были на грани вообще, типа, разорения, уничтожения и так далее. Типа, ну, то есть у них там просто пиздец было дела. Они огромное количество пертурбаций за последние 3 года пережили, типа, у них дела более-менее выправились, и, в общем-то, они вернулись к нам с Hitman 3. И единственное, что меня больше всего удивило, что в трейлере, который выглядел охуительно, не показали самонаводящиеся чемоданы. Не показали геймплей вообще. Нет, там показали геймплей, там после того, как показали трейлер, который, кстати, был записан на движке, там показали геймплей portion, миссии в Дубае, где можно было заценить как раз и рейтрейсинговое отражение на полу. Я могу одно сказать, я сейчас очень потихонечку, потому что у меня мало времени. Кстати, вот вы говорили о том, что дату не показывают, вот, пожалуйста, в Hitman тебе показали дату, выходит она... В 21-й год. В 21-м году, в январе. Да, в январе, вообще в январе. Начало года. Короче, просто, парни, я сейчас играю у второго Hitman, потихоньку прохожу там по миссии, наверное, в две недели. Я в восторге. То есть, настолько огромный простор для фантазии, это такой киллер-сэндбокс. Когда тебе надо на гонке убить двух человек, которые находятся один на треке, второй находится в здании компании, продающей оружие, суперзащищен. И там есть огромное количество креативных способов убить этих двух засранцев, включая способ, когда ты прикидываешься сотрудникам питлейна, подсовываешь бомбу под днищ машины и подстраиваешь взрыв, как будто там батарея, потому что это электрокар. Я правильно понимаю, что Hitman выйдет везде? Ну, то есть, как бы и на PlayStation 4 тоже? Я очень-очень рад, что будет третья часть. И как раз от этой игры я тоже очень сильно жду демонстрации возможностей SSD, потому что во втором Hitman не чувствуется, что разработчиков уже ограничивали текущие платформы. Настолько локации большие, настолько они разнообразные, разветвленные, и настолько там, ну, некоторые вещи явно порезаны в угоду железу. то есть, понимаешь, что невозможно в оперативную память забереть достаточно. Не думаю, что что-то исправится, потому что, если эта игра выходит везде, то она делалась в первую очередь для PlayStation 4. Но может быть, добавить тебе... Нет, она только на Next Gen выходит, она не выходит на Past Gen. Ты в этом уверен? Да. Макс. Это не Cross Gen. Это не Cross Gen. Я сейчас открою ту статью Windows Central. Вы меня, блядь, просто вынуждаете, сука. Слушайте, ладно, хорошая история. Монтри, платформа, Хорошая история. Абсолютно, абсолютно любая, каждая консоль PlayStation 5 будет оборудована игрой, стройной, то есть предзагруженной на жесткой диск консоли. Это будет игра под названием Astro Playroom. И, собственно говоря, это скорее техно-демка для проверки вашего геймпада DualSense, который. Димка, секунду, секунду. Я просто хотел сказать, что Макс был прав, на самом деле она выходит на PS5, Xbox Series X и PC в январе. На ПК выходит, да. Да. И Xbox Series X тоже. Я же говорю, выходит везде. На Current Gen. На PS4 и Xbox. На Current Gen. Xbox One не выходит. Это Current Gen, да. Ладно, хорошо. Короче, Playroom. Astro Playroom очень жду, потому что я огромный фанат Astro Bot. Я думаю, это будет очень веселая демка, в которой я скоротаю огромное количество времени с ребенком. Я сына садил в стульчик, вот этот для кормления, присоединил к PlayStation 4 камеру и запустил самый первый Playroom, который был Playroom для камер. Помните? Да, да, да. Это вообще неподдельный восторг. Ребенок машет руками и робот на телевизоре на это реагирует. Сколько счастья. То есть, как бы абсолютно замечательно. Ну, это круто, конечно. Ничего не сказать. Это хорошая идея. Познакомить людей с контроллером и, в общем-то, дать им, по факту, бесплатную игру. Пускай это маленькая этих надымка. Бля, пацаны, я жду, на самом деле, очередной скидки на PlayStation VR, чтобы все-таки купить его за 15-16 тысяч, короче. Так что надо все-таки это сделать. Слушайте, следующая игра очень клевая, на самом деле. Little Devil Inside и с ней связан небольшой маленький такой микроскандальчик, я бы это так назвал. Дело в том, что это игра рассказывающая про человека, который как бы живет внутри другого человека и внутри другого человека целые миры. То есть, там ядовитое болото, все как завершал Dark Souls, какой-то лес, какая-то пустыня, ну то есть, что-то есть. Геймплей на это, видимо, какой-то 3D-экшн, то есть, я не очень уверен, что там будет какой-то open world, я в этом сильно сомневаюсь, но она выглядит стильно, скажем так. Мне не очень нравится визуальный стиль, я такой не очень люблю, но стильная, это вот надо действительно признать. Второй момент, она неожиданно смешная. Это был самый смешной трейлер на конференции. В тот момент с какашкой я прямо в душу запал. При этом, вы же в курсе, что разработчики вляпались в историю с расизмом, потому что они там как-то не так задизайнили какого-то персонажа, им сразу толпа извинись, извинись. Там не просто персонажи, там были типа а-ля туземцы, а-ля туземцы в таких масках, и у них были ярко-красно накрашены типа губы, то есть это было похоже на расистский стереотип о афроамериканцах, что типа намажем рожу вакса и типа подведем красным губы, вот у нас получится из белого человека черный. разработчики находятся кстати в Южной Корее кажется, они уже извинились, сказали, что переделают. Они не они не извинились там, они на самом деле ответили на мой взгляд очень адекватно, они сказали, мы сожалеем, что это кого-то могло задеть, мы признаем, что могли что-то недосмотреть, поэтому мы поправим дизайн к релизу, там не было извинений из стима, типа мы просим прощать, понимаешь, вот этого вот наколения с отставанием, они абсолютно адекватно ответили и по-моему очень хорошо отреагировали на этот скандал. Говоря, кстати, погоди секундочку, там важный, важный, очень важный донат, очень важный. Во-первых, Кирилл занялся на 200 рублей, Илья, иди в персону, Илья, иди в персону, это Барс, и в персону, Василий Казан занялся на 100 рублей, Илья, что там с персоной, мы не поняли, и наконец персона, занесла вам 100 рублей. Илья, за что ты так со мной, а? 150 пенитрофиски, я нас там 100 рублей, ждал до ДТКД, но спрошу сейчас, такое ощущение, что вы немного устали, хотели бы отдохнуть, когда вы уходите в отпуск. Я не знаю, насчет устали отдохнуть, у нас проблема в другом, у нас проблема в том, что мы очень поздно собираемся, да, и хотелось бы собираться пораньше, но, к сожалению, у нас не выходит с нашими графиками у всех, вот, так что такое. А по поводу ухода в отпуск, вот бы классно было бы, если б можно было бы, как прежде, путешествовать по разным зарубежным странам, не опасаясь разных там вирусов, было бы очень круто, вот серьезно. Я бы с удовольствием куда-нибудь уехал, да. Я хотел вам сказать важную штуку по поводу расизма, быстренько такое прям, пуп-пуп-пуп. Короче, что напоминаю вам, что большое количество масок, которые делали аборигены в Океане и в Африке, выглядели абсолютно точно так же, но когда ты сидишь где-нибудь в Балтиморе, родился в 94-м году и прошел гендер-стадис в своем замечательном университете и сидишь в Твиттере со своими розово-волосыми сестрами, то немножко сложно войти в контекст, что США, Балтимор и гендер-стадис не являются, знаете, всемирно принятой общей практикой, да, и что люди, живущие в Южной Корее, например, проделали... Значит, надо... Короче, Южная Корея проделали некоторый такой ресерч, как выглядели маски аборигенов последние, там, тысячу лет... Алло, Балтимор! Мэриленский край! Мэриленский край, да-да-да. Я просто к тому, что, ну, серьезно, пацаны, это реально смешно, знаете, я опять же как будто прочитал замечательную статью о том, как происходило истребление Туци в Руанде, и ты понимаешь, что, типа, натуральный расизм. Одни черные ебашили других черных, потому что они были слишком высокие, понимаете? И как будто это другая раса. Нахуй всех истребить. Может, так и есть, ты же об этом не знаешь. Просто нахуй истребить всех. И ты сидишь и думаешь, да! И на этом чудесном историческом фоне мы плавно перейдем к NBA 2K21. И пропустим его, потому что про него сказать абсолютно нечего. Серьезно, я вот не фанат. Я могу сказать, что да, моделька классно выглядит, под красивую капулю. Смотрите, очень просто. NBA 2K – это самая популярная баскетбольная серия игр в США и в мире, потому что есть еще NBA Live от EA, но она ссатая ссанина, и поэтому ее никто не покупает, и все говорят, что она говнина. И это правда. Она реально сделана как, знаете, младший очень специальный брат в FIFA. И вот, короче. Какой же ты мразь, господи. NBA 2K – это реально, блядь, охуенно игра на самом деле. Она реально круто сделана. Просто играла хоть в одну? Это не про нас. Играл. На халяву раздавали, помнишь? Да, меня хватило на 10 минут. Это вообще не мое. Я увидел, что, да, реально что-то сделано. Да, классно. Да, красиво. Блядь, не мое. Это абсолютно то, что... Знаете, что не мое? Следующая игра, которую там показали, и это, знаешь, Nightmare Fuel, как говорят американцы, что, типа... То, от чего тебе будут сняться кошмары. Топливо для ваших ночных кошмаров. То есть игра, в которой можно съесть что угодно, и ты превратишься в это что угодно, но по частям. Там Моржик очень смешной такой, как бы мультяшный, ест клубничку, и у него руки превращаются в клубничку. Ну и так далее. То есть как бы на этом, в общем-то, и строится, видимо, геймплей. Игра от создателей Acta Dead'а, и это вот та инди-инди, которая выйдет везде, ну то есть вообще везде. И... Ее не надо было показывать. Вот серьезно. Ее надо было оставить... Я хотел на 3 минуты Acta Dead'а. Ее надо было оставить в той подборке инди-говна, которая обычно идет 2 минуты быстро-быстро нарезка трейдеров. На PC Gaming шоу, да. Такой тип, может, ну нахер, вот серьезно. Давайте, короче, вот Bug Snacks нам не понравилось, и показалось, что типа... Слабо на мед конференции. Это, имеется в виду, это Bug Snacks. В смысле, типа, что... Ну, это типа то, что вы едите. И это превращается... Жуку за кусок. И это делает, ну, типа с вами какую-то ошибку, Bug. Ну, Bug, в смысле, ошибка. Вот. И дальше, как бы, соответственно, идет трейлер, который все ждали, потому что миллиард слухов просто ходило о том, что... Слушай, там такие реакции на YouTube были. Вот просто... Ты знаешь, это вот тот момент, за который будет помнить конференцию, потому что одно дело показали шикарные игры, которые все ждали, да. Ну, реально ждали. Бля, чувак, эту игру про нее хайпили вообще в себе. Да, хайпили, да. Но ты знаешь, это из серии... Как бы ты знаешь, что она может произойти, но она все не происходит и не происходит. Пример, как ремейк седьмой финалки с собой. Ну, не слышу. Нет. Да, да. Вот. И я просто посмотрел подборку реакции разных ютуберов, и там один человек просто реально плакал, когда это смотрел, абсолютно искренне. Ну, вот это завидно же, господи, что ты тянешь-то резину? Да, Demon's Souls ремейк показали. Полный ремейк, сделанный с нуля студии Blue Point при поддержке Japan Studio, при поддержке многих сотрудников бывших From. Это, кстати, стоит этот трейлер пересмотреть 4К, чтобы понять, что там действительно графон-графон, и он реально очень классный. И вот эти истории о том, которые ты читаешь в Твиттере... Ой, поменяли арт-стиль, да, да, да. Поменяли арт-стиль, типа сделали мультяшную ебанину и с брутемной мрачной игрой. Блядь, я реально читал, реально о том читал, что типа это вот игра была очень мрачная, а стала мультяшная почти Fortnite. Я только думаю, блядь, ты сука... Мой отец говорил, знаете, типа, разуй глаза, одень бараньи яйца. Да даже... Это же просто пиздец. Была игра, была игра натурально мультяшный вариант. Она не то, что мультяшная, Тимур. Мы ее недавно, кстати, на ретростриме, на PS3 проходили на актуальном железе. И было очень смешно, потому что игра сделана... Она сделана очень стильно. Она сделана с полным осознанием ограничений бюджетных, временных и технологических. Но она сделана пиздецки дешево. Томацки дешевые анимации, томацки дешевые модели. Там, блядь, половина уровней состоит из двух моделей колонн. Буквально. Вот. Там три типа стен на все уровни игры и так далее. И то есть, как бы, например, там... Ой, они переделали там такого-то босса. Да, потому что если этого босса анимировать в высоком качестве, он будет смотреться как ебаный клоун. Просто... Это, знаешь, это вот история тогда, когда люди помнят что-то типа хорошо, а когда ты им это показываешь, как это, блядь, тогда выглядело, они такие не-не-не-не-не-не-не-не, блядь, это хуйня какая-то. Я играл, было круче всё. Мы с этим постоянно сталкиваемся в наших ретерстримах. Вот, блядь, просто постоянно. То есть, люди запоминают всё хорошее и отбрасывают всё плохое. Я могу сказать, что Demon's Souls одна из самых нелюбимых моих игр в жанре соусов, потому что это одна из тех игр, которые я нахуй бросил, вот серьёзно. А я точно помню, что я бросил её на уровне 4.2. Это где выбегают эти скелеты. Чего? Ты знаешь, в этот момент просто у меня так бомбило, что на этом мои приключения в Demon's Souls закончились. Я не был готов. Это был мой второй соус, то есть я прошёл сначала Dark Souls, потом чё-то ломанулся в Demon's Souls. у демонов, знаешь, у демонов есть одна офигенная фишка. У меня нет какой-то истории, знаешь, ностальгической. У демонов есть шикарная история, которую я не нашёл в Dark Souls и нашёл только в Bloodborne. в ней очень прикольная атмосфера и достаточно законченная история. И она подаётся более традиционным образом, чем это сделано в Dark Souls. В демонах она такая с концовками, с, в принципе, внятным стори-тейлингом, пускай и достаточно опосредованным временами. Вот эта мразь, вот эта мразь, бля, вот этот скелет, сука. его показали здесь. История вся в том, что демоны очень ждём, выглядит шикарно. Я буквально, опять же, на новом телевизоре запускал ремастер, их не ремастер даже, а такой пол-ремейк Shadow of the Colossus. Какой же там охуительный графон до сих пор, абсолютно. Я не хочу дослов. Но здесь, знаешь, что шикарно? Именно, что они уже сказали, там же был потом большой пост в блоге PlayStation про эту игру после анонса. Они там уже рассказали, что, во-первых, это будет недословный ремейк, то есть это будет всё-таки с вступлением. Во-вторых, там будет несколько режимов, и они это так описали расплывчатым, но сейчас подозревают, что, типа, будет один режим, где ты просто путешествуешь между локациями через Nexus, ну, как в классике. А второй режим, это где все локации будут вместе, соединены между собой на манер поздних соусов. Если это правда, это охуенно. Это серьёзно охуенно. Не знаю, а какая разница, не насрать ли? Ну, просто у тебя уже такое будет и по-другому баланс устроенный. Там просто некоторые локации отличаются очень сильно. Ну, то есть, прям, я не знаю, как они их смогут логично соединить. добавить контент. К тому же, сами Bluepoint говорили, что это самый масштабный проект их истории, и это явно выходит за рамки просто ремейка. Посмотрите на Final Fantasy 7 ремейк. То есть, там же кучу всего добавили и поменяли. Слушай, ну, это вот, ты согласишься, что повторяется история как с PlayStation 4. То есть, смотри, на старте PlayStation 4, ну, там плюс-минус, сколько там прошло, полгода, по-моему, вышел Bloodborne, и это была та Souls-игра, которую люди хайпили, играли в неё и покупали ради неё, там, условно, PlayStation 4. Да, и за сих пор ждут на ПК. Вот Demon's Souls это будет точно такая же история. То есть, люди будут в неё играть, страдать, мучаться, кто-то бросит, кто-то опять напишет объявление на Авито, пройдите мне Demon's Souls. Пацаны, пацаны, 20 тысяч рублей Дима будет играть в это на старте. Господи, ни за что. Выздоров. Говоря про, кстати, такие игры, которые, что называется, геймплейные и напоминают что-то старое, в общем-то, ремейком, можно назвать своеобразным. Дизонор до второго стала игра Arkane Deathloop. Ты заметил, что там даже анимации точно такие? Да, да, это явно проект, собранный на сценах. За три копейки, да. Но при этом, мне знаешь, что нравится? Мне нравятся две идеи там. Во-первых, то, что это Дизонор, где можно убивать. Так. Это очень важно. Я всегда проходил Дизонор нелетальный. Постел сюда, да, да. Вот. А второй, а там шикарный экшн, реально шикарный экшн. И второй момент, это то, что там очень прикольно придумали с асинхронным мультиплеером. То есть, смотрите, у вас есть герой, за которого вам надо играть. Он убийца. Ему надо убить семь человек в разных частях острова. И остров заперт во временной петле. Он каждый раз сбрасывается, когда главный герой умирает. И вам надо разучить уровни и так далее. Но у вас есть противник. Вообще, это искусственный интеллект, но в него может вселяться реальный игрок на манер инвейджина. Это другой киллер, которому просто нравится вас мочить по фану и перезапускать петлю. Причем, да, один игрок играет, собственно, за того, кто убивает, а другой игрок играет за того, кого убивают, скажем так. и это, по-моему, первая мультиплеерная игра от Arkane. Это по факту они берут некоторые идеи кроссинга, который у них так и не вышел. Но меня удивило. Я вообще считаю, что вообще любая игра, которая завязана на какую-то одну геймплей, механику, и самое главное, которая призвана как раз-таки максимально застопорить тебя, максимально сделать по геймплее фрустрирующим, я считаю, что вот такие игры подходят далеко не всем. Вот я по этой причине, например, мне по этой причине не нравится типа Alien Isolation или, например, Resident Evil например 2.3, где там за тобой ходит вот там, типа, чувак. Вот когда над тобой давлеет вот это ощущение того, что сейчас кто-то придет и даст тебе пизды. Ипотека. И типа ну, типа того, как бы, да, такая типа вот виртуальная монстр ипотека, которая вот сейчас придет тебе и пизды даст. Ты так уходишь, бля-бля-бля-бля-бля-бля. Быстрее-быстрее-быстрее-быстрее. А то мне сейчас дадут пизды. И, короче, ты фрустрируешь, и все, и ты не хочешь играть. Ну, я, по крайней мере, не хочу. Я знаю, что многим людям нормально. Мне не надо. Слушайте, можно еще будет с Deathloop? Да. Можно закончить Deathloop? Мы дальше пойдем. Arkane. Мы с Димкой Arkane любим. Игру в любом случае ждем. Но меня удивило другое. Несмотря на то, что Deathloop выйдет на ПК, он выйдет только на PS5. Консолей. И уже известно, что это был изначально кроссген-проект, и Sony занесла бабок, чтобы они отменили пастген-версии, и сделали игру временному эксклюзиву. Это очень интересно с той точки зрения, что, смотрите, на этой конференции показали две игры Bethesda, и они обе очень сильно закооперированы с PlayStation, хотя все прошлое поколение беседка тошнила с Xbox. При этом на форумах уже все бомбят, что типа Deathloop не должен был быть эксклюзивом, ничего не предвещало этого, почему? Ну, а выйдет, ну, пока все-таки какой же это эксклюзив? Ну, консольный эксклюзив, имеется в виду. Ну, понимаешь, на свече же нету? Блядь, тебе же микрофон уронил, сучка ты такая. Интересно, я бы посмотрел, как бы это на свече пошло, ну, ладно. На свече. На свече, да. Слушайте, у меня к вам два вопроса. Во-первых, может, мы сократим шоу ноты, потому что мы уже два часа вещаем. У нас последние несколько буквально штук есть. Первое, во-первых, как мы вам говорили, все, что мы вам говорили, помните, в сливах по поводу Resident Evil 8, замок, восточная Европа, снег, первое лицо. Подожди, ну-ка мы сейчас быстренько добьем, короче, и все подтвердилось. Вообще все подтвердилось, короче. То есть вот... За запятой. Прям вот все, что мы вам говорили, все подтвердилось, кроме того, что довольно хуевато выглядят некоторые модельки, хуевато выглядят некоторые графон, есть, ну, такие мнения, что, скорее всего, игра выйдет еще на PlayStation 4 Xbox One. Нет, они уже сказали, что они отменили пастген-версии, потому что как раз тот билд, который показывали на конференции, это промежуточный билд, поскольку они все перепиливают. Короче, огромное количество претензий есть к тому, как игра выглядит, потому что выглядит она, мягко скажем, типа... Крофтгеново. Не некстгеново она выглядит. Но все, что мы вам рассказывали в последние выпуски подкастов, все подтвердилось абсолютно. Но, окей, ждем, смотрим. Я так понимаю, что на PSVR она тоже будет. Ну, это тоже надо, чтобы подтвердилось. Чувак, который слил эту игру до запятой, Dusk Golem, он уже сказал, что Silent Hill от Таямы перенесли с этого ивента на август, потому что, чтобы не сталкивать с Resident. Окей. Дальше, пацаны, короче, показали непонятную ёбую игру, которая отдает, знаете, это, скажем так, немножко добавили аромата Code Vein, немножко аромата Нир Автоматы, немножко аниме, короче, знаете, котячью жопу, ведро укропу, короче. Но вообще, я когда увидел первый раз, я подумал, что это игра Кодима, честно тебе скажу. Короче, вот опять же, ведро укропу и готова Прагмата новая игра от Capcom, которую сразу они сказали, что типа 2022 год не выйдет вообще. В общем, мы, короче, посмотрели. Заметил, что вообще непонятно про что игра? Даже, блядь, идеи того, про что эта игра нет. Игра про то, что космонавт находит в пустынном городе какую-то виртуальную девочку, у этой виртуальной девочки есть виртуальный робот, который проецирует вокруг себя скин кошака, потом, типа, меняется гравитация, они улетают в небо, мамамамамам, всё, вся игра. И приземляется на Луне. Не знаю, что это такое, но это выглядит очень странно. И есть некая такая японская ебанина, Кодзимовщина такая, знаешь, вот как бы ты смотришь и думаешь, блядь, это выглядит очень круто, но нихуя непонятно. Блядь, чувак, это больше похоже не на Кодзимовщину, а на Кодвейн. Далёкое будущее. Персонажи, которые ходят, и они им нужны маски, потому что они могут дышать спорами, потому что если они дышат спорами, они начинают быть кровожадными монстрами, и они могут быть в состоянии пограничном между обычным и кровожадным монстром, и поэтому они должны добывать специальные Блад Вайлз, и эти Блад Вайлз растут из земли, и у них сиськи, потому что они анимешные персонажи. Помните старый-старый ролик о том, как придумывали в 70-х видеоигры? Да. Они нахвили с кокосом, садились, и просто такие, а что если... Зелёный, зелёный мячик ест призраков, а-а-а-а-а! Давай, жёлтый! Жёлтый, да! Да! Жёлтый, давай, давай, жёлтый, да! А призрак разноцветный, да! И он жрёт жёлтый горох, да! А если они... Да! Ну, короче, мы приказывались, это про Пакмэна, конечно, но вся история с Пракматой выглядит странно, а ещё с учётом того, что это Копком, я напоминаю, что у Копкома была игра, которую они показывали на ревиле PlayStation 4. Deep Down выглядела очень круто для своего времени. Потом они показали геймплей, она выглядела уже не очень круто и не заинтересовала, мне кажется, вообще никому, потому что это был такой очень странный побег по подземельям. И в итоге она не вышла. Причём самое интересное, что я читал буквально может быть месяц назад историю о том, что Capcom её не отменила. Она более того продлила регистрацию. Она что-то с ней делает. То есть непонятно что. Целых 7 лет. Да, это же Capcom, come on. Короче, пацаны, Capcom, Прагмата, пока поебать, скорее всего не выйдет. Выглядит странно, нам реально всем поебать. Самый главный хайлайт вообще всей конференции. Ну чем закончили? One more thing. Horizon 2. Она, блядь, вот все пишут Horizon Forbidden West. Нет, нихуя, блядь. Вы посмотрите на ёбаный логотип. Написано Horizon 2. На YouTube-канале, Тимур, написано Horizon Forbidden. Horizon 2 написано, блядь, на логотип, посмотри. Horizon 2. Я сейчас специально перемотаю, мы с тобой посмотрим, какой это, блядь, Horizon 2. Да, посмотри на логотип, короче. В общем, старый слив про Horizon, о том, что типа, алоэ болится с какой-то там эпидемией, все подтвердилось, естественно. То есть, как бы, все, что сливали, все подтвердилось. Выглядит 4К игра просто охудеть, я вам скажу честно. Я могу сказать, что я тут с девушкой как бы сидел, как раз рассказывал, типа, что мы там смотрели, вот про PlayStation, вот это все, и показал трейлер, она такая, типа, смотрит, и говорит, блин, ну, типа, конечно, круто, как мультик выглядит, но больше, что мне понравились крабики, я сказал. Ну, крабики, конечно, да. Не показывай трейлер датстриннинга старый. Да-да-да, я думаю, что тоже не надо. Но, на самом деле, трейлер реально выглядит круто, игра выглядит круто, ожидаемо совершенно. Там все говорили, что спрей-рендер, а потом ты берешь такой, типа, приближаешь в 4К-версии волосы, и ты понимаешь, что они, знаете, с дизерингом. Шемерят. Там шемерят немножко. Да, это такое, ну, это дизеринг, это, понимаешь, это, типа, когда у тебя, типа, реально через пиксель рендерится все. Да, там есть дизеринг и шемеринг небольшой, потому что еще... И ты такой, понимаешь, что, типа, да-да-да-да, в кат-сценах, да, да. Самое шикарное с Хорайзеном, опять же, связано на двачах, что называть, назовем это на двачах, когда вышла 4К-версия, и там АО скачет на фоне контрового света, и, как у любого нормального человека, у него на лице небольшой пушок, его видно. То есть, ну, на контровом свете. И, знаешь, человек, который никогда не видел женщину, что это она где-то не бреется-то вообще, волосатая такая, а? Ну, это был прикол, Макс, на самом деле. Да-да, я просто немножко потроллил тебя, вот эта картина. Если ты почитаешь оригинал, что там было на ренте, они обсуждали, это был прикол. Короче, ладно, я к чему. Хорайзен 2, давайте будем называть его Хорайзеном 2, потому что я никогда в жизни запомню этот подзаголовок, ну, камон. Запретный Запад. Просто запомни, ЗЗМ. Хорайзен ЗЗМ. Запретный Запад. Что такое, блядь, Хорайзен, камон? То есть, название франшизы или что это такое? То есть, как это, блядь, понять? Да. Да, это название франшизы Хорайзен. Форса Хорайзена. Frozen Wilds, Forbidden West, Zero Dawn. Ну, короче, я к тому, что это, наверное, вот если бы она вышла на старте, на старте консоли, то это был бы просто, вы знаете, must buy, что называется. Проблема в том, что мы не знаем даты релиза, и, скорее всего, она не выйдет на старте. Мне кажется, она выйдет... Я думаю, они еще сами до конца ее не знают, поэтому ее не озвучивают. Подозреваю, что выйдет в апреле-майе. Я думаю, она выйдет действительно в весеннем окне, потому что это очень удачное для Sony окно было. Они почти все свои успешные игры весной. Как бы не повторилась история с God of War, которой показывали три Е3 подряд. То есть... Да, которая стала Готи, я напомню. Вышла она, естественно, но просто каждый год тебе показывали God of War. Типа, ждите, 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 по еще куда ждите. Прямо видно, что его пилили под старт и он уже очень сильно готов. Мне, кстати, вот только что был заголовок, но Тимур, если это назвать двойкой, я даже не знаю, это может просто такое ровно. не, ну, Дим, это ноздри, конечно. Или это две палочки вверх, которые означают два пальца, Виктори, да? Тимур, обычно в Британии вот так показывают. Димка, ты скажи, что эти две палочки означают? Типа, тебе две палочки хочешь, да, тебе смотри. Короче, в общем, Horizon 2, мы пока не знаем, когда выходит, выглядит охренительно, очень круто. Если вам понравился Horizon 1, вы, естественно, будете его ждать. Если вы не играли в Horizon, подожди, и вы, как бы, вот вы найдете из тех людей, которые «Я не буду покупать PlayStation ради это вашего сериала, это пи-пи-ни». Короче, Horizon спустя сколько, пять лет выходит на ПК в ближайшем вот совсем ближайшем. Ну, я практически уверен, что она выйдет в Steam или там в EGS, выйдет с какой-нибудь адской защитой типа Denuvo и ей поставят все единицу просто. Нет, все будет нормально. Короче, тут вопрос в другом, вопрос в том, что мне очень понравилась тема, связанная с тем, что за несколько дней трейлер PlayStation 5 и вообще ревью всей этой истории посмотрела практически столько же людей, сколько за несколько месяцев посмотрела у Xbox и лайков стало больше. И ты такая, типа статистика на кофейной гуще. Ты простату? Ты простату, который... Я могу сказать, там на Рассетерии есть довольно такая интересная подробная статистика, то есть вот смотри, там рассматривают Twitter, Instagram, YouTube. Ну, то есть и Facebook еще, вот. Короче, 10 самых залайканных твитов о PlayStation. Первый это тот, что ивент перенесется из-за того, что, типа, Black Lives Matter, то есть из-за BLM. 560 тысяч лайков, то есть он на первом месте стоит. Чтобы вы понимали, GIF с Кратосом от Санта Моники на десятом месте стоит. То есть как бы вот такое. И, наконец, самый залайканный твит, который, в принципе, вообще относится к видеоиграм, это как раз перенос от этого PlayStation, на втором месте Nintendo, когда Реджи Филэмс ушел с поста главы. Насколько чем рады это были? Люди, почему рады они были? Почему рады ты, господи? Ну, бля, все такие, да, лайк, еее. Короче, PlayStation, Nintendo, Nintendo, PlayStation, PlayStation, так выглядит топ-5. Найдите, здесь называется твиты про Xbox. Подожди, подожди-ка, эти твиты просто были на пока, не на консоли. Надо считать Дима, а надо считать кросс-платформу, сколько собрали лайки на ПК. Хорошо, да. Димка, знаешь, какое количество символов напечатал аккаунт Xbox за 2019 год? Я могу сказать, что сразу, давайте скажем честно, это просто Sony накрутила ботами. Точно. Купил у китайцев. Купил у китайцев три, сколько там, блин, 37 миллионов, камон, это, блядь, деревня одна. Ну, то есть, ерунда. вот сразу все понятно, короче. Пацаны, ну, давайте быстренько перейдем к более важной теме, конечно, та тема, которая всех волнует и всех интересует, это показанный новый дизайн консоли PlayStation 5, который народ, как только, ну, вы понимаете, что любой дизайн любого абсолютно устройства получает огромное количество шуток и мемов. Есть одно, оно является популярным, естественно. Switch не получал никаких шуток мимо по поводу своего внешнего вида. Ты даже не представляешь. Я помню только аниму девочку в виде нарисованных джой-конов. Блядь, а собачку ёгнутую. Чувак, там, ну, типа, а я умею делать так? Да, 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 да. Там просто, ну, блядь, ну, Дим, там карикатур был миллион, карикатур с айфоном 11 Pro, который, типа, с тремя камерами, дохуя. Карикатур там, типа, с айфоном с чёлкой, дохуя. Карикатур с чем угодно, дохуя. Если ты являешься чем-то популярным, всё, пиздец, дохуя, карикатура. Про холодильник Xbox'а им повезло, что они настолько популярны, что им ещё начали карикатур делать, прохладили. Я не делюсь, если они их вбрасывали через китайских ботов. А потом оказалось, что это Арон Гринберг свой фон из зума рассылал по соцсетям, понимаешь? Слушайте, я могу сказать, что... Вам понравился дизайн? Давайте честно. Вам понравился дизайн? Серьёзно? Да. Это же Белоник дизайн. Она выглядит максимально непрактично, то есть, вот эти все... Дим, через... Понимаешь, консоль в твоём доме на ближайшие 6-7 лет. Через 7 лет она у тебя в доме будет выглядеть абсолютно органично. Да, потому что вот этот белый пластик весь пожелтеет. У тебя какие-то очень устаревшие данные пробивы? У тебя в времён много? У тебя много пластика желтеет вообще. Ты знаешь, у меня есть в классе пожелтевший пульт от кондиционера. Это единственное, что я могу вспомнить. У меня нет. А у меня такой же пульт, как у тебя. Я, конечно, шучу по поводу пожелтевшего пластика, но я могу сказать так. Мне не нравится дизайн PlayStation, потому что это, по сути, вместо того, чтобы сделать такой же кубик, как у Xbox, а я напоминаю, что начинка в принципе, если так вот абстрагироваться от SSD и прочего, в принципе начинка схожа. И вот вместо того, чтобы сделать кубик, как у Xbox, там как-нибудь его там красиво обыграть, которые ты никуда не просудишь, они ее вытянули, и она стала просто, блядь, гигантских размеров. Зато она лезет в нишу, Дима. Особенно, если она стоит вертикально. Сравнение видели по USB-портам и по дисководу? Она же выше даже, чем старая плойка, которая PlayStation 3. Она просто здоровая, пиздец. Она огромная. Там самое существо, что, конечно, вот мы сегодня об этом и записывались, о том, что если она стоит вертикально, то передний порт USB и USB-C так высоко, а не так высоко, что это, например, обычный стандартный жесткий диск, который, знаешь, там типа на проводке. Будет висеть такой, да? Будет висеть просто, как бы, да. То есть он подходит реально как-то для свистка, там типа вот от PlayStation какого-нибудь там Gold нового, да, а как бы для любой другой хуйни не подходит. Кстати, мы не видели задние порты на самом деле. Что там сзади у нее? Я уверен, что там, скорее всего, типа два обычных USB и два USB-C. Мне кажется, говоря про размеры, я просто напомню Диме, который так просто походе списал SSD, подчеркнув тем самым, что он не настоящий пекарь, а просто прикидывается, что термопакет PCIe4 SSD в районе 100 градусов Цельсия. И чего? Если что, быстрый SSD греется, скорее всего, даже больше, чем видеокарта. И тебе надо рассеивать тепло в этом поколении не только с видеокартой и процессора. Тебе надо тепло рассеивать еще и с SSD. Хорошо, окей. Что мешало сделать такой же кубик, как у Xbox? Типа он был более компактный. Я думаю, что... В смысле, более компактный, блядь. Я уверен, что если считать объем внутренний, они примерно одинаковые, просто там разные пропорции. Xbox сделал башню, которую невозможно поставить в нишу вертикально. Ой, вертикально, горизонтально. Но зато она... Она пониже, но пошире. Она ниже, шире и выше. А PlayStation типа выше, но она расплющена. И ты досучался до моего сердца, но мне вот эти все разговоры о том, что я сейчас поставлю, блядь, в какую-то там нишу, абсолютно на них допиздно, потому что у меня все консоли стоят за телеком. У меня абсолютно всю тунгу от телевизора сейчас занимает ебаный телевизор. Понимаешь? Единственное, куда я могу поставить консоль, это в нишу под телевизором. И Xbox туда не влезет. А PlayStation даже со своими габаритами залезет прекрасно. Ну хорошо, то есть в твоем понимании ее надо ставить... от атрибута буржуазных семей такой, как стенка. Все вообще, ребята, если у вас используется в интерьере стенка, старайтесь от нее избавиться. Это реально очень важно. Ты видел, сколько у Макса барахлаточек? Кто он денет все это? Серьезно, пацаны, избавьтесь от стенок. Стенки это пиздец просто. Ну вот серьезно, сделайте миллион полок там над кроватью, над диваном. Сейчас вот я буду, блядь, из-за какой-то санной консоли менять себе, убирать стенку. Камон, это не о том разговор. Я просто к тому, что смотри, то есть вертикально она слишком здоровая, горизонтально окей, она лезет в нишу и прочее. Она практичнее секса. Может быть. Меня смущают вот эти ушки ее дурацкие, вот эти, которые сверх выпирают. Блядь, ты знаешь, мне кажется, ты вот из тех людей, которые, знаешь, там смотрели, например, на дизайны Захи Хадид какой-нибудь, как бы, и такие уху, и так какое-то. Я тебе так скажу, я как человек, который родился в России, среди пятиэтажек и бетонных заборов у меня отсутствует чувство вкуса в принципе, поэтому я считаю, что все красивое должно быть квадратным. Вот Димка, я тебе прислал сейчас, посмотри, пожалуйста, вот набери в гугле, типа там, типа Заха Хадид дизайн, например. Как пишется? Вот я тебе написал, Заха Хадид, да. И набери просто, типа, дизайн, да, и ты увидишь, как бы, вот как выглядит современный, крутой дизайн, такой бионик дизайн, да. Ну, то есть не сама Заха Хадид, а дизайн и Заха Хадид. Ух, знаете. И тут я, пацаны, блядь, смотрю на свой ПК-ящик. Ну, ты понимаешь, как выглядит настоящий бионик дизайн, современный, крутой, как бы. Вот это есть без бионик дизайн. И вот в этом бионик дизайне сделано PlayStation 5. Ну, камон, ты же делаешь это не для, там, какой-нибудь, там, я не знаю, арт-выставки. Ты делаешь это для... Чувак, не-не-не-не-не-не-нет, огромное количество этих дизайнов построено вживую, потому что ты видишь, это не рендеры. Блядь, здания построены, огромные здания, нахуй, построены, понимаешь? Что, когда к тебе придет друг, ну, вот, я просто так мыслю, да, может, я мыслю неправильно, и маркетолог Тимур меня поправит. Реально хороший маркетолог. Он видел, он у меня вообще не увидит секс, потому что это ебаная черная коробка. Ну, стоит и стоит у тебя этой хуйня. PS5 сразу бросается в глаза. О, у тебя PlayStation 5. Все, хорошо, ладно, окей. Фактор узнаваемости. Я понял. Это вкусовщина, согласись. Можно, пожалуйста, мне не белого в теле этой консоль? Дима, эта вкусовщина набрала рекордное количество лайков на Ютубе. Когда все говорят, ой, дизайн PlayStation 5 оказался спорным. Обычно, когда что-то кажется спорным, ты даже на Ютубе видишь в Окс Популе, он либо разделяется, либо там какой-то нездоровый баланс лайков и дизлайков. Это самое залайканное видео в истории PlayStation. Людям не понравился дизайн. При самом просмотренном видео в истории PlayStation, как бы, вообще, говно. Более того, я тебе больше скажу, обычным людям, опять же, вот выйди за пределы геймерского пузыря, вот сделай такую попытку с собой, они без ума, для них это устройство будущего, это показывают на центральном телевидении во всей Европе, которое вообще про игры не рассказывает. И даже вот после презентации, спустя, по-моему, часов шесть, мне написала сестра, вот моя, абсолютно далекий от игр человек, вообще максимально. Такой, блин, а что PlayStation 5 такая красивая? Красивая? Ну ладно, хорошо, окей. Я могу понять. Смотрите, вот опять же, PlayStation 5 выглядит действительно очень впечатляюще, как бы, особенно, она выглядит как устройство будущего, это действительно такой прям фьючер-проф дизайн, потому что, когда у тебя там прошлое, вот даже PlayStation 4 изначально, когда вот не прошки и не слимки, она же выглядит реально тоже круто, типа у тебя такой параллепипед, которая половина такая, там такая половина, но ты понимаешь, что, да, какое-то устройство такое прям очень необычное устройство. И я напоминаю вам, что оригинальный Xbox 360, он же тоже был, он же тоже был такой, типа весь скругленный бионик дизайн, как бы, то же самое, абсолютно было, как сейчас. Но у него не было выпирающих, я не знаю, там углов. У него был выпирающий, у него, знаешь, что было? У него был выпирающий горб жесткого диска, я тебе напомню. Да, который ты, типа, вставлял сверху, у тебя была просто реально огромная хуйня, торчащая из него. И она была органичная, да, но как бы она все равно торчала. Опять же, в данном случае, как бы, у тебя есть красивый, прикольный дизайн, который, опять же, он сделан, вот по тому принципу, вот то, что у этих турбины были у девкитов, которые тоже уходили, типа, в два огромных отверстия, типа, выдували там кучу вообще, типа, ну, там, выделяемый тепла. Здесь то же самое. Здесь тоже два огромных отверстия, из которых выдувается огромное количество тепла. Вот у меня вопрос, откуда они, вверх они тепла забирают, снизу, сзади, вот, ну, я бы не спереди. Но мы не видим, мы не видим заднюю стенку, вот тоже, не очень ясно, мы не видим то, что у нее на нижней грани, вот когда она стоит вертикально. Скорее всего, дырка. Скорее всего, дырочка. подставка. Да, 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 да. И второй момент, я так понимаю, что вот эта черная штука, на которой она стоит, подставка, ее как-то надо, как-то надо переставлять, для того, чтобы поставить ее горизонтально. Ну, то есть, я так это понимаю? То есть, выглядит немного по-другому, Я так понимаю, что, возможно, да, но, скорее всего, нет. Мне кажется, что, возможно, она будет стоять на вот этих углах, которые верхние, это, типа, вот одна часть была, правая, условно. А левая часть, это будут нижние углы, и она просто будет на этих углах стоять. Ну, хорошо, ладно. Второй момент, который нам стоит обсудить, это то, что вышло их, вообще-то, две версии. То есть, одна версия с диском, а другая версия без диска, то есть, их как бы две, то есть, повторялась история с Xbox Set. Помните, Xbox Set? I'm Set Console. Set. Вы какую будете брать? И почему? Ты знаешь, Дима, какую мы с тобой будем брать? Ну, мы с тобой будем брать дисковую версию, я понимаю тебя прекрасно. я после дискуссии с женой все-таки склоняюсь в сторону дисковой версии, у меня, как ни странно, очень идиотское требование, даже не игр на дисках, а USD-фильмы. А ты уверенешь, что она их будет проигрывать? А в этом ни слова не скажу. там уже 100% дам. Вопрос другого. USD-фильмы. Борисе, мы с Димой, к сожалению, или к счастью, мы, конечно, не игражуры, но мы такие, типа, не доигражуры, поэтому нам периодически, или сами издатели, или платформа-держатели, ну или наши слушатели, да. Или у нас, у нас есть слушатели, которые, скажем, из западных представителей по платформ-держателям и издательств, и поэтому нам игры присылают с запада. То есть, типа, знаете, когда русская PlayStation считает, что завтракас говно, а там PlayStation одной там европейской страны считает, что завтракас не говно. А тебе пластинка приходит с игрой, ФРГшная, тебе папа вез в вагоне, в чемодане, прятал, понимаешь? Ну вот примерно так, типа, но смысл в том, что, знаете, когда ты, типа, тебе там менеджеры, там, какого-нибудь российского, там, платформа-держателя или издателя говорят, отход у вас игра там была за, там, два месяца до релиза. Типа, ты такой, будешь, потому что твои западные коллеги слушают завтракаст. Вот. Ну, примерно так. Вот. И смысл в том, что, типа, нам реально присылают диски на так. И, ну, поэтому нам, вот, приходится иметь возможность запускать эти самые диски. А тебе не кажется, что та, та PlayStation, которая без диска выглядит красивее и симметричней, чем та, которая диска? Диск сделан в данном случае, как бы, знаете, как такое, типа, дополнение. На рост. Я бы назвал это на ростом, вот серьезно. Но при этом я могу сказать, что все равно сделано органично. То есть, выглядит так, типа, что оно нормально. Учитывая вообще весь этот DualSense и весь этот Bionic Design, вот такой вот боковой на рост, он не выглядит как-то странно. Это все равно, что, знаешь, вот если бы, например, взяли бы сейчас в Xbox One X, вот Xbox Series X, да, короче, взяли бы, убрали дисковод и типа продавали бы. Почему сейчас допустил ошибку, которую допустят сотни тысяч родителей этим Рождеством? Я думаю, миллионы родителей допустят его вроде на Рождество просто. смысл в том, что, представляешь, у тебя башня, такая, типа, ну, прямоугольный параллелепипед, и там нету дисковода. И потом мне берут и добавляют такой прямоугольный на рост, типа, сбоку. Да. Вот это выглядело бы хуёво. Понимаешь? Вот у них и выглядело бы хуёво, а здесь нет. Здесь не хуёво. Не знаю, мне кажется, что вы защищаете очевидные вещи, ну, просто вам понравился дизайн, вам кажется, что все эти вещи абсолютно логичны. Ещё раз. Ну, я просто немножко разбираюсь в дизайне. Есть сухая дата, вот есть сухая дата, да, вот без эмоций. Есть ютубовский ролик, его посмотрело гигантское количество человек. Гигантское количество человек поставили под ним лайки. Всё, что показано в этом ролике, дизайн консоли. Всё остальное, это твиттерский и хардкорно-геймерский Манимирок. Тот самый Манимирок, где я тебе напомню, RGB-подсветка существует. Так, на секундочку. Кстати, это хороший понт про RGB-подсветка. Да, 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 спасибо, что напомнило, что вы... Я тут посмотрел на свою клавиатуру, на которой тоже синяя подсветка вместе с мышкой, на которой тоже синяя, блядь, подсветка, сука, ненавижу. То есть, ты знаешь, что они обычно эти комментарии, что, типа, ой, PlayStation 5 похож на сраный Wi-Fi роутер, написан на клавиатуре Razer. А я напоминаю, Максим, что когда я беру в руки свою мышь Razer, я как бы возвышаюсь над вами, нищим родами. Блядь. Ну, пацаны, имейте в виду, что, короче, дизайн matters, но не настолько matters, чтобы, типа, люди реально переставали что-то... Ну, мне, честно, на трате и на дизайн Xbox и на дизайн PlayStation, потому что, я повторюсь, у меня эти консоли стоят ни в какой, блядь, ни нише, ни там на виду, они у меня стоят за телеком. Я их иногда просто, блядь, не вижу. Поэтому, то есть, мне наплевать, как она выглядит. А по поводу лампочки и по поводу вот этих ушек, ну, да, это, наверное, не очень красиво для некоторых. Для некоторых очень красиво, как Тимурчик. Да, да, вот примерно так же у меня, Тимур. У меня телек и за ним стоит PlayStation, Xbox и Switch и Apple TV. Поэтому, как бы, ну, сам понимаешь. Дизайн спорный, это, скажем так. Слушайте, а давайте поговорим вот о чем. Стоит ли брать ее на старте, как вы думаете? Ну, я думаю, что для обычных людей, которые, ну, так, скажем, не особо заинтересованы в играх, а им вообще, типа, там, типа, похуй, я думаю, что не обязательно стоит брать прямо в первый день, но вы должны обязательно иметь в виду, понимать и осознавать, что консоль в связи с ковидом, с кучей сложностей экономических, там, типа, в связи со спросом будет доступна в очень ограниченном тираже сначала и может пройти один, два, три месяца до того момента, когда она станет просто доступна в магазине, когда ее просто можно будет купить. В этом есть и позитивный момент, за эти один, два, три месяца могут выйти игры, которые не успеют к началу, скажем так, Я думаю на этот расчет, я думаю во многом расчет на то, что из-за шорта же у команд, которые делают тот же Horizon, будет дополнительное время допилить игру и выпустить ее. Следующий момент, который, ну, то есть, меня интересует, это цена, и цену мы не знаем, то есть, как бы, есть куча спекуляций, есть куча слитых там историй с Амазона, с какого-нибудь там, я не знаю, GameStop, там еще где-нибудь, сегодня была история, когда какой-то украинский сайт типа вот нашего, который в России беру, тоже какой-то Marketplace, Excel, тоже там выложили, ну, типа, сколько стоит PlayStation, но все эти истории, они все бессмысленны, потому что цену не знает никто, пока Sony ее не объявит, а Sony, как и Microsoft, они вот сидят сейчас, такую паузу держат, да, то есть, кто первый сдастся и выдаст цену, потому что от этого зависит, насколько ее будет снижать конкурент. Давайте повангуем, то есть, как вы думаете, мне почему-то кажется, что PlayStation будет дорогой консолью, то есть, я ставлю на 500 долларов бездисковую версию и там 550 либо вообще 600 обыкновенной версии. Никаких 600 долларов не будет никогда. Да, потому что для них это же стигма, такая, типа, 599 долларов, все такие просто 500 баксов, 450 долларов за цифровую версию, потеря на каждой консоли по 50 долларов примерно на старте, более того, Sony может... чтобы 450 и 400 даже, скорее всего. И смотрите, да, 450 и 400, Sony теряет, но продавая дисковую версию за совсем бросовую цену, она окупается цифровыми покупками. Понимаете, сейчас нет вот этой прямой монетизации через продажу устройства, как железки, то есть, она должна быть оправдана экономически в дальней перспективе и в этом плане, например, почему ваши китайские телевизоры с отличными 4К-панелями такие дешевые, потому что они вашу жопу продают в Китае. Ну, в смысле, среди дят, ты имеешь в виду заполнить. И это не только китайские, я могу сказать, что и LG точно так же тоже стоит дешево, потому что... Да и у Samsung. Они все собирают с тебя дату, короче, и всю эту дату продают. Типа, что ты смотришь, когда ты смотришь, что ты используешь, как ты используешь, какое время и так далее, в каких местах это все происходит. Они все это парсят, все это типа трекивают, и поэтому они реально типа очень дешево могут продавать телевизоры только тогда, когда типа они с тебя суету дату собирают. Поэтому, например, часто телевизоры, которые без смарт-ТВ стоят часто или столько же, или даже иногда дороже, чем через... Дороже, да, реально. Потому что, типа, если у него нет смарт-ТВ, то типа они тебе просто фулл прайс заряжают за него. А со смарт-ТВ, типа, они с тебя гребут кучу даты, и за счет этого тебе продают и видишь. Слушайте, я бы еще хотел довести до наших слушателей такую мысль, которую, ну, скажем так, озвучивают редко, но ее надо понимать. На старте не ждите какого-то прям просто безумнейшего некст-гена, который вам там типа покажет просто новый уровень гейминга и прочее. Дело в том, что большинство, скажем так, тайтлов, даже очень красивых, даже очень прям совсем-совсем супер-пупер некст-геновских, они, скорее всего, делались в очень большой спешке, то есть у них было очень мало времени для того, чтобы что-то допилить. Поэтому для того, чтобы дождаться конкретного некст-гена, стоит, наверное, подождать, ну, как минимум год, как-то так точно. Исключение это эксклюзивные игры, что у Майкрософта и что у Сони, то есть там условный там Horizon, если он, естественно, выйдет на старте. Hellblade 2. Hellblade 2, да, и так далее. Это да, с ними, скорее всего, все хорошо, потому что студии, которые в First Party, они получили раньше всех эти девкиты, и они раньше всех знали, какие там спецификации и прочее. То есть они знали, куда что-либо играть Battlefield 3 в ремейк в 4K 60 FPS. Вот насчет этого, мне кажется, стоит поумерить свои ожидания. То есть, как бы Next Gen пришел, но игры Next Gen скорее всего, вы увидите только в следующем году. поэтому мне вот честно, очень интересно не то, что покажут в этом году, а то, что покажут в следующем, если она будет E3. То есть, мне кажется, что если вы такой человек, который не слишком следит за играми... Димка, я напомню нашим слушателям и тебе, что PlayStation 4 вышла вообще с минимальным количеством Next Gen, которые были в лице двух игр, две игры, это был Killzone Shadow Fall и Nug, потому что все остальные игры... Где Nug 3? где Nug 3, короче, они все были говнины, как бы, ну окей, Reza Gun, индюшатина с кучей particle эффектов, все такие, индюшатина говно играть невозможно, но выглядит прикольно, да, прикольно, но говно, но прикольно выглядит. Это же охуенная игра, абсолютно. Блядь, чувак, да, 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 ну это игра, которые покупают новую консоль, камон. Это правда, это правда. Вот, о чем я говорю, что здесь будет то же самое, типа, у тебя есть условно в виде вот таких вот хайповых Next Gen вещей, типа Рачита Кланка там второго, да, это местный Killzone Shadow Fall такой, да, типа вот спустя 7 лет, но ничего больше тут, ну как бы, рассчитываться не стоит, все остальное будет типа кроссгеном, да. На самом деле все очень просто, парни ведут к очень простой мысли, если вы хардкорщик, для вас это не вопрос, по-любому игру купите на, ой, игру-консоль купите на старте, будете стоять в очереди и ловить предзаказы, тут, тут как бы не надо никого переубеждать, а если вы обычный игрок и у вас нет такого прям ярого увлечения первым скачать на этот поезд, вы спокойно играете на своей PlayStation 4 Pro в свой бэклок, потому что вы купили в этом году, может, в прошлом году куча людей покупает PS4 Pro сейчас, потому что выходит у вас, у вас Part 2, и вы спокойно эту библиотеку перетащите на PlayStation 5 через пару годиков, когда там появится Horizon, когда там появятся еще какие-то игры, Silent Hill может выйдет и так далее, и так далее, и так далее. И вот это, наверное, главное отличие этого поколения от прошлого, что у вас все не сгорает на части. У вас реально вся ваша экосистема переходит на новую платформу. Если помните, мы еще 2 или 3 года назад говорили о том, что все будет именно ради экосистемы, потому что у вас уже огромная библиотека, и у Sony и Microsoft есть огромное желание не пустить вас перейти в соседнюю экосистему. Это, кстати, хороший момент, потому что я тут недавно смотрел свою библиотеку на PlayStation, и у меня там что-то 400 с хером игр. я такой тяжеловато будет на Xbox-то переходить. Хотя у меня и на Xbox. Я сегодня поставил Go Galaxy, и там есть интеграция со всеми этими Xbox, PlayStation, Steam, Origin и так далее. У меня вышло 1800 игр с хером. Я такой, блядь. Нечего надеть. Да. Слишком много. Что-то спрашивает резонный вопрос, а вообще имеет смысл брать PS5, если у меня обычный Full HD телек, я его менять не собираюсь в ближайшее время. Смотрите, даже PS4 Pro имеет смысл на самом деле играть на 1080p телевизоре, PS5 будет тоже иметь смысл, хотя бы просто потому, что там элементарно будет графон ну тупо лучше, так еще и у вас будут игры работать быстрее, да, и у вас будет даунцемплик, у вас будет то, что раньше выглядело бы типа как 1080p с лесенками, теперь будет выглядеть как 1080p просто пи, да, писечка вылизанная просто, там будет просто идеально все, поэтому имейте ввиду, что это знаете, это как вот на компе, ты берешь типа запускаешь 2080 Ti, а у тебя монитор 1080p до сих пор, и у тебя просто идеальная вылизанная картинка, работает все в дохуя FPS, все очень круто и классно, да, ну у тебя вот такой монитор, у меня было какое-то время так же, когда у меня было PS4 Pro, у меня был монитор AOC, вот с которым, вот я прямо сейчас смотрю на него, который у меня уже очень много лет, и у меня God of War был в 60 FPS на вот этом мониторе, короче, было классно, реально было круто, 60 FPS, охуительная картинка, все круто, все классно, короче, но, ну да, вот маленький монитор 27 дюймов, ничего не поделал, да, да, вот и все, давайте, так, все, короче, пацаны, в wrap it up, вот, заканчиваем историю, короче, и поскольку у нас сегодня подкаст почти весь про сонебойство адское, вот, мы потихонечку переходим к впечатлениям, вот, и в общем-то, единственное, что мы хотели напомнить, что спонсором завтракаста в течение длительного времени у нас уже является компания Geekbrains, это онлайн-курсы профессии будущего, которые делаются при поддержке компании Mail.ru, и, в общем-то, у них очень крутые курсы, которые дают, так скажем, реально очень перспективные знания с точки зрения будущего. Которые дают возможность тебе зарабатывать на то, чтобы купить PlayStation 5 на старте. В том числе, потому что, если вы думали, если вы смотрели, знаете, типа на ваших всяких друзей, знакомых, или просто то, что писали в интернетах о том, что айтишники зарабатывают до хера денег. Да, айтишники зарабатывают до хера денег. Вот эти шутки про 300 какосек, знаешь же, историю? Да, да, да. Вот, пожалуйста. 300 миллионов рублей в секунду, как бы. Ну, конечно, не так все круто, но примерно, примерно. Поэтому, если вы, будучи на какой-то профессии, и вам там, типа 35+, или если вы молодой студент, и вы думали о том, что нужно сменить профессию, например, или сменить то, чем вы вообще собирались быть, классно? Это разработчик iOS-приложений до девопса, до, там, типа, кибербезопасника, до еще кого-нибудь, кто, ну, там, условно, фронтендера или там фуллстэк веб-девелопера, кого угодно. Короче, да, вы можете с помощью того же самого Geekbrains, типа, таких сервисов много, но Geekbrains довольно классные, и у них есть курсы как небольшие, так и очень длительные, которые называются Geekbrains University, которые могут проходить реально целый год, вы можете изучить огромное количество крутых знаний и, в общем-то, изучить одну из таких профессий, при этом Geekbrains вам дает кучу практики, и самое главное, что из-за того, что у них большое количество партнеров, они дают возможность, ну, почти трудоустроиться. Стажироваться, скажем так, да, как минимум. То есть, как минимум, стажироваться, как бы, если задержитесь, если вы покажете себя, то вас реально оставят, и вы будете, как минимум, там, нормальным джуниором в какой-то компании просто по окончанию курса. Поэтому мы вам советуем обратить внимание. Переходите по ссылке в описании, если вы хотите поменять свою жизнь, или вот пока вы ее, то типа начинаете, или вы уже, типа, хотите на там каком-то таком среднесрочном этапе, то Geekbrains, возможно, это ваш выбор. Подумайте, посмотрите, рассмотрите, дело за вами. Вот и все. Да? Слушайте, а мы переходим плавно к нашим впечатлениям. Я вам хотел рассказать про фильм, который называется «Пленницы». Это фильм 2013 года. «Пленницы». Старенький. Играет там Джеймин Холл и Хью Джекман. Короче, завязка. Следующая. В маленьком городе... Подожди, подожди, это же фильм Вильнёва. Да, это фильм Вильнёва. Ты смотрел его? Нет. Мне нравится, как Тимур там где-то из бочки разговаривает. Ну вот, меня все покинули. Короче, фильм Вильнёва. Я обнаружил, что я не смотрел вот этот, конкретно, этот фильм Вильнёва. Я, собственно, именно поэтому его и решил посмотреть. И он оказался очень крутым. То есть, я не знаю, как я его в 2013 году вообще, в принципе, пропустил, но это довольно тяжелая такая драма. Мне напомнило чем-то фильм «Семь», если помните такой. тоже про преступления. История в следующем. две маленькие девочки пошли гулять. Значит, одна девочка из одной семьи, вторая девочка из другой семьи. И они пропадают. А возле места, где они играли, находят, видят, точнее, фургон. и есть подозрение, что человек, который сидел в этом фургоне, их похитил. Соответственно, полицейские приходят к этому человеку, пытаются выяснить, кто он такой, а владелец фургона это мужик, который по мировоззрению ребенок. То есть, он... Я вспомнил! Я смотрел! Ты смотрел? Да. Он очень тяжело формирует мысли, то есть, ему очень тяжело отвечать на вопросы полицейских, которые они ему задают, и он не может ответить на вопрос, видел ли он этих маленьких девочек или там как-то, каким-то образом... То есть, от него ничего не удалось добиться на допросе. При этом, отец одной из маленьких девочек подозревает, что этот мужик что-то скрывает, и то есть, он просто притворяется и начинает свое собственное расследование. Это довольно жесткий фильм. Не стоит его смотреть, наверное... Ухуительный просто. Не стоит его смотреть, наверное, когда у вас солнечное, веселое настроение. Это довольно мрачная драма. Очень интересно заканчивается. Я могу сказать, что я прям вот в большом восторге. Я не знаю, как я его пропустил в 2013-м. Прям вот очень советую. Серьезно. Мне прям очень понравилось. Короче, смысл в том, что, как и многие фильмы Вильнёва, они на самом... Ну, как бы, фильм реально является тем, чем ты не думаешь, чем он является. Поэтому там у него очень неожиданный конец. И он реально прямо охренительно подает вот эту канву, развитие героев и так далее. И я прям вот вам советую дичайше тоже, если вы любите вот такие типа триллерные боевики, типа а-ля там зодиака и так далее. Ну, это фрешно можно назвать боевиком, согласись. Это скорее браума. Ну, короче, окей, ты триллерный детектив, я бы даже так сказал. Потому что там прям типа тоже расследуют, это всё как бы, блядь, он прям охуенный. Короче, так что если вы не смотрели, пойдите, посмотрите. Потому что я тоже думал, что я не смотрел, пока Дима не рассказал, типа, вот про прям глубоко в голове я прям всё очень круто. Охуенный фильм, прям я вот тоже очень так, пацаны, у нас сейчас самая важная история типа этого выпуска. Дело в том, что у меня довольно давно есть игра The Last of Us 2, я при этом являюсь самым таким типа, знаете, занятым человеком из нашего подкаста, которого типа очень мало времени, поэтому я в неё смог поиграть пока что не очень много. Но так как сейчас вроде как по эмбарго уже можно рассказывать какое-то свое впечатление для ревью, но при этом нельзя рассказывать знаете, какую-то кучу подробностей именно сюжета, то я сейчас очень необтекаемо постараюсь вам рассказать. Сказать о том, что, во-первых, игра очень сильно отличается от The Last of Us 1. Хорошая или плохая сразу? Она просто другая. То есть если вот я недавно поиграл в The Last of Us 1 типа чуть-чуть, но всё равно я ещё посмотрел ваш стрим, примерно так понял типа чё к чему, и я могу, я прям вспомнил, как это было, потому что я играл типа на неё и на PlayStation 1 и PlayStation 4, в смысле PlayStation 3 и PlayStation 4, и ты знаешь, вот как бы я вспоминаю ту игру, и я могу сказать, что скачок между первой и второй частью примерно как был между Uncharted 1 и Uncharted 4. А, то есть даже не 2, даже не 2, не 3. то есть как бы игра прям существенно отличается, очень сильно. То есть у неё вроде как типа всё то же самое, но на самом деле всё совершенно другое. Но ты говоришь про общее ощущение или про графон? Нет, я говорю про общее ощущение. Типа, то есть вот как она построена, куда ты идёшь, что ты делаешь, там типа и пейсинг и так далее. Например, есть элементы открытого мира, как Uncharted 4 и Uncharted Legacy, который был, как он назывался это, Ну там не было как такого открытого мира, там просто очень большие локации, по которым можно было пройти типа разными способами. и ты типа берёшь, и тебе говорится, типа иди влево или вправо, или вперёд, или везде сразу, типа и так далее. Здесь то же самое, у тебя типа огромная локация, куда тебе брут, и говорят, бля, братан, да иди бензин. Где хочешь, там ищи, да? Иди где хочешь, блядь, там и ищи. Потом ты находишь какую-то записку, и в этой записке написано, что возможно бензин есть вот там, а может быть ещё и вот там, а может быть ещё и вот там. И ты, блядь, такой так, ну окей, наш вот круг поиска судился до трёх локаций. Ты такой так, бля-бля, а локация огромная, сука нахуй, огромная. Это целый район города, понимаешь? И ты такой, блядь, бля-бля-бля, ну окей, блядь, пойду везде ходить, смотреть, короче. И ты идёшь, приходишь в одно место, типа, вроде бензин нашёл, типа, нашёл, там просто полный разъёб, просто вот пизды происходит у тебя, и в этот момент ты понимаешь, что бензина нихуя нет. Ну хоть канистру, блядь, нашёл, окей, хорошо, канистру нашёл, бензина нет. Идёшь в другое место, бензина нет, идёшь в другое место, бензин нашёл, но полный тоже разъёб, пизды полный. Ты так называешь битвы? Я могу сказать, что там и не только битвы, там происходят реально как бы сложные моменты, в том числе и в том числе эмоциональном плане. Да, и катсцены, и так далее. И я могу сказать, что есть реально сложные моменты, которые даже когда ты играешь там условно почти что на изи, прям тебя напрягают иногда, потому что сложновато, но таких немного пока что. Есть ряд вещей, которые я, пройдя по сути там где-то только треть игры, я прошёл только треть игры. Я себе записал, который меня, вот знаешь, говорите по тому, что игра другая, она охуенная, она шедевр такой, вот это всё, то есть она очень крутая, она круто поставлена, классные персонажи, охуенный графон, классный пейсинг, клёвые анимации, очень охуенный звук, очень охуенная музыка, крутые персонажи, всё круто, но есть вещи, которые тебя пиздец, блядь, раздражают просто, ты сука просто сидишь и такой, да вы, блядь, издеваясь. А ты можешь про них говорить? Ну да, потому что нигде в эмбарго не было говорить, нельзя было, знаешь, там не было каких-то моментов, это потому что... Не упоминать вещи, которые тебя раздражают. Не упоминать маленькие мелочи, которые тебя раздражают, там было типа, не рассказывайте там о вашем впечатлении, об игре, там вот до такого вот момента. Короче, но смысл в том, что типа эти вещи встречаются везде в игре, я как-то, поэтому ты можешь о них говорить. Первое, в игре, как и в первой части, есть такая типа механика, что вы можете собирать, например, лежащие где-то в любых местах бутылки и кирпичи для того, чтобы типа ими или отвлекать там типа зомби людей или, например, ебануть там в голову какому-нибудь зомби, чтобы он такой, блю, а что происходит? Типа ты ему придешь такой, но-но-но-но-но-но, вот, и ты берешь эту бутылку, типа такой, типа взял, выбросил и так далее, потом ты приходишь в какую-нибудь локацию, а там лежит куча бутылок, и ты не можешь их взять, потому что игра говорит, не-не-не-не, можно брать бутылку, но не эти. А нахер они тебе нужны? И они такие, ну, блядь, ну ты такой, типа, ты выбросил бутылку важную, важный типа предмет для того, чтобы там отвлечь кого-нибудь, и ты приходишь там условно, там, ну я условно говорю, там, в лобби отеля, и лежат дохуя бутылок прям, блядь, на полу, и ты такой подходишь к ней, а она, сука, даже не мигает, потому что, ты понимаешь, что играть тебе запрещают брать эту бутылку, потому что это не является предметом, который ты можешь взять, это предмет интерьера, ты говоришь, ну это же и то, и то стеклянная бутылка, а нет, пошел нахуй, как бы все, и ты такой, ох ты сука, ну ладно, потом дальше такое, типа, ты сидишь и думаешь. То есть часть окружения не интерактивна, скажем так. Не в этом дело, у тебя часть окружения, которая совпадает по своей функциональности и своему виду с окружениями, которое должно быть интерактивно, часть окружения в итоге становится интерактивным, а часть нет. И ты такой сидишь и фрустрируешь, блядь. Ну это вот твоя история типичная, ты же у нас перфекционист, ты придираешься к мелочам, и реально, блядь, это же мелочь, ну камон. Хорошо, следующий момент, например, есть несколько локаций, которые даже в начале игры типа пытаются, которые, вот у тебя открытый мир, и учитывая, что игра всячески педалирует историю с тем, что у тебя, типа, нету вот маркеров, да, типа, иди сюда, да, и у тебя типа в игре как бы вот этот вот такой, знаешь, нарративный дизайн, который тебя как бы направляет примерно куда тебе нужно идти. И... Дай-ка я угадаю, ты заблудился? Нет, я не заблудился, все нормально. Типа, вот ты идешь в какую-то определенную локацию, ты в нее заходишь, и как бы дальше там, типа, разъебал пару-тройку, зомби, и тебя берут, и говорят, типа, типа, надо двигаться дальше. И вот ты, типа, идешь по коридору, видишь дверь, заходишь в нее, и так как у тебя не был включен фонарик, ты увидел, что на самом деле это была стеклянная дверь, и за ней видно, что ее подпирает шкаф. И Элли берет, типа, типа, в свои, ну, там, типа, своему спутнику, там, берет, да, говорит, типа, эй, помоги мне, спутник там берет, типа, да, 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 там, типа, хуя, хуяк, дверь открывает, заходит, дверь, зверь захлопывается, и пошел нахуй. То есть, ты не мог там, типа, увидеть, если у тебя не включен фонарик, то все, ты этого не видел. Ты случайно туда пошел, и проебал целый огромный кусок локаций, который ты просто, ну, забыл обыскать. Ты просто его проебал. Они писали, так, чтобы прохождение у игроков было разным. То есть, чтобы ты, например, перепроходил игру, и ты пошел. Полная хуня, потому что огромное количество других локаций, которые позволяют тебе перепроходить их частично. Это, вот, вот мы с Вадимом, там, иллюстратором, да, общались по этому поводу. У него, у него ровно то же самое случилось в этой же самой локации. Это значит, что, типа, два человека, которые играли, сделали одну и ту же ошибку, это значит, что, ну, просто это хуевый геймдизайн. Вот. И ты понимаешь в этот момент, типа, что вот чуваки, тебе закрыли этот доступ, короче, окей, ты такой, похуй, проходишь локацию, в ней ничего не взрывается, не разрушается, никаких обвалов, ничего, ничего нету такого. Ты выходишь из этой локации, ты понимаешь, что у тебя не было ни одного момента, который бы, типа, тебе по сюжету закрыл бы бэктрекинг, да, и ты берешься даже не то, что бэктрекаешь, а ты просто возвращаешься к началу этой локации, к входу, к двери, и у нее просто тупо нет промпта, чтобы ее открыть. Ну, то есть, просто пошел, пошел нахуй. Для тебя эта область закрыта, все, до свидания, да, понятно. как бы, при том, что, типа, физически ее можно открыть, как бы, точно так же, как ее можно было до этого открыть. Ты зачистил там всех зомбей, все, блядь, ты все сделал там, можно просто пройти, и ее там, там физически в этой локации все сделано так, что ты можешь открыть дверь, зашел, спустился, прошел туда-сюда, вот в этой локации. пошел нахуй, нельзя открыть дверь, все, ты проебал. Мне кажется, проблема в том, что они слишком сильно делали игру реалистично, и, ну, как бы, видеоигры не могут отражать реалистичность мира, прям вот один в один, да, и, поэтому, это бросается тебе в глаза, то есть, условно, более мультяшной игре, ты, да, это хуй положил просто вот и все. Смотри, есть, как бы, еще другая вещь, как бы, которая у меня просто, просто выбесила пиздец, просто, я, сука, просто обосраться, как выбесила, ну, приходишь на какую-нибудь локацию, типа, там тебя люди начинают искать, блядь, все идут такие, блядь, с винтовками, с шотганами, с пистолетами, короче, ты нахуй по стелсу, просто нахуй по стелсу, всех прям подошел сзади, такой, чик-чик-чик-чик-чик, вырезал, короче, нахуй, просто все сдохнут, у тебя идет персонаж, который в тебя там, типа, целится, вот это все, все умерли, вот падает труп, продрявлено горло, вот это все, короче, рядом с ним падает ружье, и в нем нет патронов, и ты такой, даешь, понимаешь, логически, что ходил чувак с ружьем, такой, целился вокруг, там, не шинуты, ты, ты, ты правда, подбираешься, потому что, потому что то же самое было один в один, было в первой части, один в один, ну, чувак, ну, ты убиваешь, типа, вот 10 человек, у двух есть патроны, а там у других нет патронов, это, я не понимаю, что, а ружьем, в котором не было, потом, но при этом, если ты переиграешь сейф, ты понимаешь, что они в тебя стреляли, как бы, ну, типа, если ты стоишь, просто лифть, и потратили все, а если ты убиваешь до того, как они в тебя стреляют, не, 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 не надо, вот, пожалуйста, как бы, если вот они, вот, подпедалируют, эту всю реалистичность, вот, просто пусть пойдут нахуй, потому что, в этот момент, когда они в тебя стреляют, как бы, да, перезагружаешься, эти же самые чуваки в тебя не стреляют, нет, нет, вот просто нет, нихуя у них патронов, и ты такой, какого хуя, ну, какого хуя, блядь, вы меня заставляете потратить 10 патронов на одну стычку, и у него одного из них нет, вот, блядь, у тебя лежит 10 винтовок, 5 пистолетов, блядь, и нет ни одного патрона, нахуй, что это угровая условность, хуевность, блядь, понимаешь, она тебя исключительно от того, что, ты, как бы, ну, рассчитывал на реализм, ты рассчитывал на здравый смысл, его не бывает в видеоиграх, камон, ну, ты, как бы, блядь, видеоигр. Чувак, это проблема игры в том, что, типа, она тебя пытается навязать здравый смысл, в очень многих моментах, прямо навязать-навязать тебе его, да, а потом тебя берет и говорит, ага, сука, мы пошутили. А на какой-то сложности играешь, кстати? Я играл на норму, на обычную, вот. Постафизи? И, блядь, да не в этом вопрос, как бы. А может, в этом и есть вопрос? Да нет же, блядь, чувак, ну, ну, это хуйня полная, когда у тебя, типа, знаешь, ты поберешь, перезагружаешься, и те же самые персонажи, тебя, блядь, 500 патронов тебя выпускают, потом, типа, ты взял их убил, и у них, не, не, нихуя нет патронов, посол нахуй. Короче, и, окей, но это все игровые условности, есть еще техническая проблема, одна у игры, которая многих может простроить. Игра на PlayStation 4 Pro не поддержит каких-либо выборов, возможностей, там, типа, динамического, там, разрешения, или, там, 1080p 60 кадров в секунду, там, 1440p, 30 кадров в секунду, нет, ничего этого нету. И игра, как бы на PlayStation 4 Pro идет в 1440p 30 фпс, на обычной PS4 она идет в 1080p 30 фпс. И у игры есть момент, мы сидели с девушкой, как раз, она смотрела, как я играю, и она, в какой-то момент, когда, типа, я только начал играть, когда ты вертишь камеры, она просто говорит тебе, ну, девушка говорит, типа, блин, ты знаешь, как тебе вообще не тошнит. Я говорю, в смысле? Она говорит, блин, ну, я смотрю, типа, прям, меня тошнит от того, что ты вот сейчас делаешь. И она говорит о том, что, типа, камера вертится, она вертится резко, количество, ну, обновление экрана маленькое получается, и в итоге, вот, любые резкие движения, которые ты сам, когда контролируешь, ты же понимаешь, примерно мозгом, хочу повернуть вправо на 30 градусов, примерно повращаешь вправо на 30 градусов. А когда смотрит сторонний человек, он видит, что у него камера такая, такая, бру, резко повернулась, да, и человек просто охуевает. Оказалось, что это связано с тем, что в игре по умолчанию врублено на 10, на 10 из 10, короче, в Motion Blur, и картинка просто, сука, размазывается так, что вас реально тянет блевать местами. Поэтому первым делом, как вы только запустите игру, заходите обязательно в настройки графики и сделайте Motion Blur на 2-3. Он тогда сохранится, но будет не настолько настойчиво, и вам станет играть просто в разы легче. Я отключаю наху Motion Blur всегда. Или вообще отключайте, если вы как бы не терпите, но он добавляет большую экономитографичность. Бля, Дим, Дим, подожди. Что ты говоришь? Нет, нет, это важно. Это важно. Короче, смысл в том, что, пожалуйста, пойдите и отключите Motion Blur или вообще, или на 2-3 сделайте, потому что это испортит ваше впечатление от игры, потому что, если вы будете играть на 10 из 10, вы реально будете видеть, как у вас при малейшем изменении угла камеры у вас просто в кашу превращается картинка. Это просто полный пиздец. То есть, на Утидоге, это первая игра на Утидоге, в которой как бы прям вот прям печалька происходит. Все остальное в игре в плане сюжета, персонажа, о которых я не могу говорить, к сожалению, как бы из эмбарго, вот как сюжет строится, пейсинг, графон, все остальное охренеть, как круто сделано. То есть, я вам сейчас взял и рассказал такой, знаете, типа монолог о том, что сделано хуево, что бесит, но все... Которое я считаю чисто придирками, если честно, что-то пошло. Я могу сказать, что это типа 10% того, что в игре вас может раздразить, все остальное охуенно сделано. То есть, атмосфера, которая у вас постоянно гнетет, пейсинг игры, которая сделана совсем не так, как он сделан в других играх, не только Naughty Dog и вообще, вы будете прям, вас будет удивлять местами, как там все сделано. Заставки, которые все сделаны не в пререндеренных катсценах, а прям реально катсценах. Пейсинг сюжета, как он вам подается, он, ну, вы просто будете такие, бля... То есть, как бы даже если вы там читали спойлеры, если вы не читали спойлеры, будет вообще полный просто пиздос. Вот. И я могу сказать, То есть все спойлеры, которые у тебя хуйня особо еще. Я не читал, я могу сказать так, что, типа, вообще в целом меня местами удивило. То есть, я понимал, что что-то такое будет, но меня удивило. Мне прям понравилось. И я могу сказать так, что это действительно определяющая игра поколения, которых вот, типа, немного, знаете, выходит. Как The Last у вас один была игрой, которая вышла в конце PlayStation 3 и все такие, ну вот это то, что умеет PlayStation 3. Ну это венец. Вот это вот квинтэссенция, да, квинтэссенция, просто вот венец. Вишенка на тортике, да, да, да. Да, как бы, вот вы такие просто, ну вот, блядь, охуеть просто. И то же самое с The Last of Us 2. Это то, что может PlayStation 4 в плане там графики и так далее, но это, самое главное, это то, что типа может вообще в целом сферически, это то, что может игровая студия в 2020 году, что можно вот запихнуть в игровой продукт, в игру, не в фильм там, типа не в спектакль, не в сериал, что можно запихнуть в игру и вот что такое типа вот идеальная игра 2020 года. Да, со своими условностями, да, со своей хуетой, да, с вещами, которые вас просто пиздец могут раздражать, но это там игра с большой буквы, поэтому мы сможем в последствии рассказать чуть побольше. Тебе говорят, спрашивают God of War или The Last of Us? Лично мне просто нравится по атмосфере своей, по персонажам, по всему God of War больше, но The Last of Us второй не менее хорош, просто он как бы совсем другой, он вообще другой совершенно. Знаете, как сравнивать, например, Матрицу и какой-нибудь фильм Мишеля Гандри, например, или там какой-нибудь Суспирио, да, типа вот у тебя Матрица и Суспирио, блядь, это вообще два разных фильма, понимаете, просто как бы, один хорош, другой хорош, они просто разные, абсолютно. Вот, поэтому, короче, я очень советую как минимум дать шанс попробовать The Last of Us 2, но миритесь с хуетой, которую она как бы будет вам местами показывать. Вот и всё. Бывает игр без недостатков, на мой такой субъективный взгляд. Moment Sky. Тем временем 12, у нас там 144 рубля, просто некоторые бутылки имеют значение, а некоторые неправильного цвета. По скрипту Тимура, осуждающий повесочку, это, конечно, номер. Вот, идиотское слово повесочка, Паршов его не употребляет. Я не осуждал ни разу ни в одном месте повесочку. А, то есть там она есть всё-таки. Чувак, я ничего не сказал по этому поводу. Хорошо, даже близко. Мы сегодня обсуждаем сюжет ластоваться, к сожалению. Слушайте, у нас там в шонотах есть куча вещей, давайте уберём парочку, не против. Ну, смотри, просто расскажи про то, что ты хотел рассказать. Сейчас я вот наверно вот это уберу. Так, вот это вот. Смотрите, пацаны, я хотел ещё про одну штуку вам рассказать. Может, это уберём лучше? Ты уберём? Смотрите, нет, короче, смотрите, я тут купил колонку, потому что я очень хотел в своё время себе крутую колонку домой, на кухню в первую очередь, и для того, чтобы можно было выезжать, идти выбрать с собой. То есть, должна быть в какой-то степени прототипная колонка. и купил JBL Charge 4, я так понимаю. Я хотел себе купить босси, колонку босси, которая называется Portable Home Speaker. Зачем тебе колонку? для того, чтобы играть музыку на кухне и куда-то я когда уехал. Я хотел купить Portable Home Speaker, потому что он выглядит безумно красиво, потому что у него есть связь по Wi-Fi, не только по Bluetooth, у него есть поддержка Smart Voice Assistant и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это реально охуенная колонка, такое ведро на ручке, прям ведро. Я хотел его ставить на подоконник, еще бы. я видел такую, да. Она прям классная. Но меня очень отпугнул ценник, потому что 30 тысяч, блять, 30 ебаных тысяч рублей. Ну, как бы, за прототипную колонку, как бы, даже при моих доходах, как бы, я понимаю, что, ну, блять, просто меня вот жаба душит платить 30-ку. Вот. И, как бы, если бы мне, там, типа, пришел сейчас какой-нибудь там боссе и подарил бы, ну, босс, которого правильно приносить, если бы они прям сейчас мне подарили бы эту колонку, типа, или там сказали, типа, давай на обзор, я бы взял бы, да, окей, хорошо, но, как бы, самому идти покупать, ну, прям, я еще не готов. Вот. И был момент, когда, короче, мы поехали в Суздаль, и у меня друг взял с собой колонки JBL три разных, три разных. То есть, одну, типа, которая, как у меня, JBL Flip, которую можно вешать в ванне, маленькая такая колоночка, типа, на петельке. Потом взял JBL Pulse, это та самая колоночка, знаете, которая с цветным дисплеем по цилиндр такой, типа, где он как эквалайзер играет, очень красивенькая, классненькая колоночка. И JBL Charge, третью он взял с собой. Классно звучало, все клево, прям мне очень понравилось. Хорошая колонка. Я подумал о том, что, блин, надо себе купить тоже такую, типа, колонку на кухню. Окей, не суперзаюбистую, пиздатую, крутую, но какую-нибудь такую, нормальную. Я пошел смотреть, и дело в том, что у меня, поскольку я давний пользователь Мегафона, у них в тарифах давно или недавно есть кэшбэк. Ну, типа, ты платишь за телефон, тебе дают кэшбэк. Причем кэшбэк, я вам как маркетолог, как человек, который, типа, вот не так давно в сервисе в своем собственном вводил соответственно кэшбэк, могу сказать, что у них кэшбэк какой-то странный, он очень большой, потому что, ну, когда мы, например, вводили в нашем сервисе кэшбэк, мы сначала хотели такие, типа, 15%, нет, слишком много, давайте 10%, в итоге ввели 5%, и 5%, типа, ну, с точки зрения кэшбэка, это дохуя. Банки вообще используют, типа, 1% кэшбэка, а повышенное это 5%. Так вот, у мегафона у меня 30% кэшбэка. И у меня... его можно как-то получить деньгами или... И вот ты сидишь так и думаешь, нахуя мне нужен, ну, такой, ты думаешь, наверняка, они каком-то или трес, вот, вот, прощу, поеботу, такой, типа, дают тебе потратить. Потом я охуел, просто, что они дают тебе потратить в виде просто живой, скидки живых денег в своем собственном мегафон, ну, история, домикам мегафон в магазине. А там, дохуя всего, там не только, типа, телефоны и планшеты. Там, блядь, колонки, джбл, я такой, о, заебись, но у меня было бонусу 3500, я пошел купился, джбл, чар 4, за скидкой 3500 рублей. И во сколько она тебе обошлась? Вот, 4500 рублей. Что она стоит, что-то, тысяч 8, да, Почти 10, чем-то. Почти 9, короче, 4500 рублей, 9000 за блютуз колонку, блядь, ну, как-то это. Чувак, это охуенная колонка. Мало того, что она большая, ну, то есть, она, типа, такая нормальная, большая, короче, и она работает 20 часов, у нее внутренняя батарейка 7500 махов, она имеет работать, как, это, аксессуар, пауэрбанк, типа, 7500 махов, соответственно. У нее 30 ватт мощность, она ебашит, прям, хорошо заебись, и, как бы, она там, типа, умеет работать еще и в связке с другими колонками джебель, чтобы создавать саунд-картину со 100 колонками. Ну, это нахуй никому не надо, да? Это прикольная штука для вечеринок. с чипыркой расскажи. Это, это классная штука для вечеринок выездных, когда, ну, каждый, грубо говоря, типа, семья, или каждый там человек берет свою колонку, у тебя, условно, там, 10 таких колонок, ты их расставляешь по поляне, а у тебя просто саран звук вокруг поляны. Ну, то есть, это прям реально круто. Короче, я думал, типа, купить джебель 3 или джебель 4 чардж. Чем отличается джебель 4 от 3? Во-первых, 7500 махов против 6 тысяч махов, второе, колонка 30 ватт против 20 ватт, но у джебель, у джебель 4 два динамика и псевдостерео, а у четвертого одна колонка, ну, тоже псевдостерео, соответственно, и плюс, соответственно, у новой колонки USB-C, у старой колонки USB-C, то есть, ничего такого типа сверхъестественного, как бы, не очень большая разница, но, как бы, я могу сказать, что я очень доволен, и у меня уже несколько неноков стоит на кухне, я включаю там музыку, мы там делали сейчас недавно романтический ужин с моей девушкой по поводу того, что у меня был там год стажа, да, кстати, у меня год стажа, ей пацаны, ну, за рулем в смысле, вот, Макс меня поймет, вот, Димур не разбился, это уже неплохой начал, как бы. Ни одного аварийного слушая, пацаны, ни одного. А в Москве так это вообще? Мою каско будет стоить сильно, не шевле. Я просто, когда у тебя первый год, у тебя нулевой стаж, каско стоит, а просто охуеть, как дорого. И ты такой сжимаешь зубы и платишь, вот. А, как бы, получается так, что у меня полтора раза дешевле будет каско. Ну, не-не-не, это на самом деле очень классная история. Это охуенно, да. Короче, вот мы отмечали, типа, вот колоночка стоит, звучит, и, как бы, я могу сказать, что даже очень мелодичные штуки, не там, какой-то техно, да, просто, какие-то классные, мелодичные треки, очень круто звучит, когда она, там, на кухоньке стоит, там, на подоконничке, и, прям, ты понимаешь, что звук реально хороший. И, как бы, если честно, и джебели, я, типа, много не ждал, но, как бы, мне прям понравилось. Так вот. Макс, пока Димки нету, говорят, что ты, ты у нас купил новый телевизор, то есть, у тебя, у тебя вроде был новый телевизор, но ты купил новый телевизор. Нет, у меня телевизор, мы ему уже почти три года, твой LG, который я покупал, важный, очень-очень давно, когда только-только появились относительно доступные 4К HDR телевизоры с нормальным, относительно честным HDR, не идеальным, конечно. Вот. И тут появился шанс очень-очень-очень хорошей скидкой взять прошлогодний Samsung Kulet Q70R, вот, и, как бы, глупо было отказываться, учитывая, что там... Так, расскажи для дураков, Kulet, это, это как OLED, или это просто... Kulet сразу, приземляя ваши ожидания, Kulet, это та же VA-матрица, на которой расположен специальный слой, блокирующий свет, там целый отдельный слой на ней сидит. У Kulet'ов это не OLED, это не такая классная йоба, как стоит у Тимура, там нет такого глубокого черного цвета, там нет такого шикарного респонс тайма, то есть он помедленнее, чем просто OLED с его миллисекундой и отклика, там чуть-чуть поменьше покрытия цветового объема, то есть по цветам он не такой объемный, но у Kulet'а есть несколько преимуществ, в том числе, во-первых, он очень яркий, он пиздец, какой яркий, я этого вообще не ожидал. У меня к Kulet... Это же хорошо для HDR, или нет? Да, для HDR это очень здорово, хайлайты прям начинают играть, и поскольку у меня комната, в ней практически всегда максимально яркое освещение, из-за ребенка, ну, кроме тех, естественно, моментов, когда он спит, для меня это важно. Второй момент, это то, что у Kulet'а, помимо всего прочего, нет вот этого момента с выгоранием, и прежде чем Тимур скажет, что выгорания на OLED'ах нет, я в это верю. Нет, оно есть, просто оно сильно меньше, чем было. Да, я не спорю, но у меня телевизор будет очень часто за счет своего цветового объема выступать как калибровочный монитор, где я буду грейдить видео и фото, а там, как вы понимаете, статичных элементов тьма. Вот, и поэтому все-таки лучше иметь какой-то экран, который, ну, будет все-таки статику хорошо держать, как ПК-монитор. Поэтому телевизор 49 дюймов, отличие просто видно сразу от старого LG. Мне все безумно нравится, я понимаю, что это не OLED, но если вы прижаты деньгами или вам важна пиковая яркость, вот как мне, вы готовы пожертвовать черным, он все равно достаточно глубокий. Поверьте, после VA телевизора это просто сразу видно, там реально глубокий черный цвет. Он просто не такой глубокий, как на OLED. Я бы запустил Человека-паука, Grand Tourism Sport, я в эти игры с HDR играю уже два с половиной года, я их заново как будто для себя открыл. В курсе, что все твои хейтеры говорили о том, что ты объебался со своим телевизором LG, и что у тебя там на самом деле не 10 бит, а 8 бит у тебя. Почти все OLED телевизоры 8 бит, ой, не все LCD телевизоры 8 бит плюс FRC. Не бывает 10 бит. Нет, не все, тот же самый кулит, кулит очень большое количество матриц, квадрат 10. Это 8 бит плюс FRC, они так 10 бит добиваются, даже на топовых моделях. Честно, прямо басно. Ты ошибаешься, потому что Samsung, например, CS 7000, короче, у них у всех абсолютно честные матрицы. Погоди, KS 7000, Q7F ты имеешь ввиду? Ну, он называется KS 7000, это официальная его маркировка. Короче, FRC вообще роли не играет, на самом деле очень сильно роль играет подсветкой, то какой цветовой объем, потому что сильно, как сказать, у меня сейчас на мониторе матрица 8 плюс 2, она нормально все отображает, а говоря про все эти штуки с FRC, не FRC, большинство пользователей этого никогда не увидят. Сейчас погоди, 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 дисплей спексов, прям даже интересно, к UCMS, к UCMS, дисплей. Ну смотри, вот он называется KS 7000U, короче, это вот как раз типа у 7000, 100%, 100% я знаю, 10 бит. Ну я не спорю, да, panel beat death 10 бит, ну короче, суть вся в том, что в любом случае, 2016 годную сиконечку имею ввиду, в любом случае, на большинстве телевизоров 8 плюс 2 в любом случае, суть вся в том, что кулет реально стоящая штука, но я не советую покупать кулеты этого года, я короче, прежде чем согласиться на эту всю историю, потому что она не просто так мне досталась, а с некоторыми обязательствами, поизучал вопрос, оказалось, очень интересно, что Samsung выпустил обновленные модели 2020 года, где он урезал функции в тех же модельных нишах, он урезал количество зооблокальной подсветки, то есть, а это local dimming, это одна из основных на самом деле фич этих всех телевизоров, потому что он позволяет добиваться переходов яркости очень плавно, вот, он урезал смарт-функционал, он урезал там еще какие-то штуки связанные с временем отклика, с игровым режимом, и уникальная ситуация, модель прошлогодняя лучше, чем модель актуальная, почему, я имею в виду, что они что хотели добиться вообще, не знаю, дешевизны они хотели добиться, камон, ты не знаешь, как это бывает, для себя причем, а не для потребителя, потому что телеки стоят столько же, короче, куледы классные, это не Олег, ну, вот, если говорить, что так он стоил 80-90 в прошлом году, в районе вот такой, ты издеваешься, 49 юмов не может телевизор столько стоит, у самсунга может, это один из топовых куледов, это один из топовых куледов, 80-й это, вот, а сейчас он стоит 60, сейчас я вам просто дам пиздов, потому что, ну, полюбас, это не так, Тимур, отказался, зловещий мир самсунга, смотри, тем временем, пока он ищет big brave toaster, на 500 рублей, борщик, кошечки, гайд читал, чтобы вам задонатить, что же так сложно-то, братан, ну там же ссылка, камон, под видео, типа, если хотите задонатить, там, тоннешн-алерс, клик-клик, клац-клац, нет? Там же все, я нашел, средняя цена на него, 60 тысяч рублей, но она действительно, какое-то время, после роста рубля, в течение года, в марте, апреле и мае, росла до 65, 73, 80 тысяч рублей, но это, типа, ну, это просто, это колебание курса, но, короче, 60, 60 тысяч рублей, бля, ну, пацаны, 60 тысяч рублей, это не так много, как бы, на салезе, хотя, правда, 49 дюймов всего. 49 дюймов и 1000 нит яркости, мне очень нравится яркость, мне очень нравятся градиенты, мне очень нравится, самое главное, что мне нравится, это точно стопроцентный апгрейд, это время отклика в HDR, потому что, это самое слабое место, на всех LG, HDR, которые LCD-шные, а не OLED-шные. А, окей, ну, я могу сказать, что на OLED-шные, как бы, вообще-то. на OLED-шные говно, там, в общем-то, идеальное время отклика, это самая главная фишка OLED-шные, мой взгляд, для игрового телевизора, а на LCD-теликах, у них, когда включается HDR, он очень медленный, там реально есть тут лаг, причем достаточно заметный, в том же Days Gone. Я слышал, но на крутых нано-селлах, типа у LG, на самом деле, этой проблемы нет. С нано-селлом, там других проблем, к сожалению, я тоже рассматривал нано-селл, как вариант. Короче, у LED-шные, не такие пиздатые, как это говорит Samsung, но если вам он достается по хорошей скидке, если вы видите на него хорошую акцию, особенно если это модель 2019 года, советую присмотреться, потому что это может быть хорошая альтернатива, если у вас нет места под 55 дюймов, а это минимальный размер сейчас OLED-ов, есть 49-дюймовые, но они стоят, как КО-самолет. Ну вот. А я вам тонко намекаю о том, что если вы все еще используете стенки и ниши, пожалуйста, не делайте этого. Это ужасно. Я своих родителей прямо сейчас убеждаю. Дима, мы живем... Тимур, мы живем в обществе, что поделать? Нет, 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 это не так работает. Я тебе могу сказать, что у моих родителей точно такая же ниша в очень дорогом итальянском гарнитуре, которая вмещает в себя максимум 32 дюйма телевизора. Максимум. И я просто родителям говорю, типа, ну, ребят, вы хотите хороший телевизор? Да, хотим. Вам придется избавиться от этого телевизора. Ну, типа, от этой ниши, от этого вот гарнитура. Нет, не хотим. И вот когда ты держишься за итальянские гарнитуры, я еще могу тебя понять. Макс, у тебя тоже итальянские гарнитуры, за которые ты держишься? Да, у меня-то у меня не влезет 55 дюймов по другим причинам. У меня там детская по краям. Я не могу разодвинуть шкафы. Нет, с OLED-ом надо посмотреть. Я к тому же жду 49-дюймовую модель, но суть в том, что кулет хорошая альтернатива по скидке, прошлогодней. И единственное, что мне не нравится вот абсолютно после LG, это я могу сказать точно стопроцентный даунгрейд, это Smart TV. Smart TV на тизыне говнина просто пиздец. Просто вообще полная сань, твое работает через жопу, и, в общем-то, выход очень просто я купил 10-метровый HDMI. А, слушайте, говоря про телевизор, я на этом телевизоре. Помимо того, что играл в консольки, смотрел фильмы, еще подключил ПК, поиграл во всякое инди-говно в Стиме. И такой нерегулярная рубрика Steam Blitz, когда Максимка играет всякое инди-говно и рассказывает вам про это. Во-первых, на неделю вышел Torchway 3. Неожиданно, абсолютно, после одного из... Я просто сладко думал. Да, после PC Gaming Show я его не советую, я его рефаннул, он говно. Помимо того, что у него большие проблемы с серверами, потому что он только онлайн-вайв-ранним доступ, у нее есть другая проблема. Только онлайн? Да, пока. Потому что для меня это новость, потому что там типа потом будет оффлайн-режим. А знаешь, почему там только онлайн и потом они его прикроют? Потому что ты начинаешь в нее играть, визуально, по геймплейу, по глубине систем, по всему остальному, видно, что это был фри-то-плей проект для мобил, из которого вырезали всю премиум-часть. Ну, все микротранзакции. Да, да. Неожиданно для меня. Короче, может, они через год сделают хорошую игру, пока не трогайте, чтобы не разочаровываться. Отзывы, обзоры в стиме в основном отрицательные. Поэтому его рубили. Поэтому его рубили. Короче, вторая игра, которую я взял абсолютно случайно вот на те деньги, которые рефанд был Парч Лайт, называется очень смешно. Машинки. Это игра от чешских инди-разработчиков. По факту, это такая ваша... Машинки. Это ваша виртуальная железная дорога. Транспортный тайкун, если упарывались в такого типа игры, очень советую. Он очень мило выглядит, не очень дорого стоит. Он тоже в раннем доступе. Третья игра, мы про нее сегодня еще в статьях расскажем, называется Titan Chaser. Это такая инди-инди-инди-инди-инди, мега-инди. Очень атмосферная, стоит копейки. Если надо во что-то залипать на чиле, она тоже очень приятная. И к тому же, я еще раз говорю, там такая цена, что она стоит, как один Биг Мак. Симулятор ходьбы, да, видимо? Ну, это нет. Это игра, где ты катаешься на машине и прогоняешь больших существ разных-разными способами. Там и головоломки есть и прочее. Там нельзя умереть, там нет боевой системы, то есть она такая, расслабонистая. И одна из таких игр еще Cloud Punk. это, как это называется, симулятор машины из Blade Runner. Симулятор таксиста из Blade Runner, скорее. Да, да. Это игра полностью посвященная развозу всякого говна в киберпанковом мегаполисе. Она безумно красивая, безумно стильная. И самое главное, недавно в нее прикрутили режим вида от первого лица, прикрутили кучу визуальных деталей. Опять же, это такой, по факту, медитативный экспириенс, если вы упарывались когда-то к киберпанку и с гигантским удовольствием в нее залипают на телеке. Она очень стильная, она очень красивая. Хотя, как и все такие инди-игры, немножечко такая пустоватая с точки зрения сюжета. Тебе она понравилась? Да. я читал очень разные мнения. Пишут, что город очень красивый, но игра пиздец какая, скучная. Ну, она не скучная, она просто, понимаешь, у нее не надо долго играть. То есть, ну, поиграл ты в нее часик в день, и норм вполне. Так. А третья, последняя игра, которую я вам не буду советовать, потому что, к сожалению, я уже не могу ее рефаннуть, называется Warhammer 40 тысяч инквизитор-мортир, типа мучник. Это типа Дьявла, сделанная по Вархаммеру. Она была на очень больших скидках. И, естественно, мой внутренний выхоеб байтнул на это все говно, к сожалению. Выглядит симпатичный, кстати. И первые часа два она тебе даже нравится, а потом ты понимаешь, что в игре сломано нахуй все. И самое главное, что в ней сломано для игры, которая является клоном Дьявла, тебе не доставляет удовольствие, собственно, разборки с врагами. Она очень дешевая, там очень плохой звук, там очень плохие анимации, там куча визуальных гличей, там неприятно сделан фидбэк от попаданий, там абсолютно не чувствуются суперудары и так далее, и так далее, и так далее. Ты играешь, и ты такой думаешь, ой, я чад инквизитор, сейчас я разнесу три планеты экстерминатусом, после чего пойду и выебу всех эльдарских женщин, такой, знаешь, чад доги. А в реальности игра такая, вот тебе новая автопушечка, которая на один пункт лучше, чем та, которая у тебя была, пук-пук, поиграй, меня еще два часа, я дам тебе еще одну. Ну ладно, да. Да, 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 да. А, короче... Что-то выглядит неплохо, ну что вы такую... Не ведитесь, не ведитесь. Она вот меня этим запомнила. Резюмирую, от Максимки Блиц, Torchlight 3 говно, машинки норм, Titan Chaser, ну... Короче, пока игры из Стима говнина. Вот, Qualt Punk прикольный... Warhammer, Мартир говно, да, я тебя понял. Да. Слушайте, ну мы переходим к нашей... Я думал, что ты вроде хотел еще что-то рассказать, но как бы я так понимаю, что ты уже забил. Я могу тебе сказать, что сейчас почти два часа ночи, я проснулся в пять утра и я понял в какой-то момент, что Максимка что-то говорит, а у меня глаза закрываются. Ты серьезно хочешь, чтобы я продолжил? Я убрал нахуй из наших шоу-нотов почти четыре темы. Я больше не могу. А, да, этого пять еще я убрал. Давайте мы его закончим, да. Наша следующая рубрика это статьи недели и мы сегодня вам советуем сколько, блядь, вот это нахуй сразу. Три. Три статьи. Да, одну, одну первую статью из рубрики Инди на ДТФ, которая редкий случай написана непосредственно разработчиком Стасом Шостаком, собственно, разработчиком Титан Чейсера, как он за восемь недель делал достаточно атмосферную, весьма успешную, надо сказать, игру на Юнити. И там, знаете, чем мне понравилась эта статья? Не тем, что мне понравилась игра или разработчик, который со мной общался в чате подкаста, как делают игры, а потому, что она очень хорошо написана. Я очень давно не встречал постмортемов игровых, которые были бы написаны нормальным, живым, интересным языком. Как на старом ДТФ, когда еще, знаете, не было вот этого всепроникновенной силы Гугла, и разработчики писали сами для себя эти постмортемы, да? Типа, ну, здесь мы решили сделать хуевые ассеты, потому что издатель не дал нам денег. Так. Знаете, вот такая вот честность, да? И это читается классно, потому что там нет вот этой вылизанности какого-нибудь корпоративного блога, и нету сломанного слога какого-нибудь задрота-разработчика. Это реально хорошо написанный текст про то, как чувак за 8 недель сделал, в общем-то, не самую плохую игру, и какой он из этого вынес experience. Поэтому даже если вам неинтересна разработка игр, все равно почитайте. Я прямо предсказываю статью, знаешь, там, типа, количество опыта, которое я получил за всю свою жизнь, чтобы сделать игру за 8 недель, 8 лет. Ну, там примерно так и есть, я 5 лет для этого херачил, но, например, самое прекрасное... 800 игр вымышленных в стиме, да, поэтому... Короче, самое прекрасное это то, как он писал озвучку, там такой прекрасный звуковой сетап из звукового, звукоизолирующего поролона, который наклеен внутрь советского шкафа. Ой, слышите, мы сегодня об этом не сказали, но это важно. Дело в том, что для того, чтобы сделать звуки для Halo Infinite, 443 Indri Streets, который, типа, делал, соответственно, Halo Infinite для Microsoft и Xbox, они использовали специальные датчики, которые электромагнитные волны, электромагнитные колебания, считывали с консолей Xbox, там Xbox One S, Xbox One X, Xbox OG, Xbox 360, знаете, типа, там, высунул диск, засунул диск, выиграл, и, да, да, вот таки-то, типа, они считают реально именно прям электромагнитные частоты, типа, вот, как это работает, так что, а игру когда покажут, и через полгода выходить. Да, какая эти разница, блядь, звуки, записали, пошел, записали, я посмотрел эту историю, да, прикольно выглядит, и слышно, короче, выглядит прикольно, типа, то, что чуваки, типа, реально заморачиваются со звуками, и сделать их аутентичными, с идеей, слушайте, три подкастера влоги, за 100 рублей, сколько телевизора это стоит, Тимура, что по аниму в этот раз, но про телевизор мы ответили, по аниме у нас сегодня, пусть и по аниме, я одну единственную штуку хотел, рассказать вам, как бы, зачем вы это начали, нет, я пытался подвести Тимура, кафтарной статье, статьи, да, 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 сейчас все будет, короче, но я хотел сказать про важную штуку, что я тут с девушкой, который, типа, максимально далеко от аниме, просто вот максимально, мы посмотрели Танкино Ко, типа, это, Дитя погоды, вот, вот, и, Возью, Возьмин, Дитя погоды, короче, Танкино Ко, вот, в общем, Танкино Ко, это же, как бы, один из последних фильмов Синкая, и, ну, мало того, что он рисун, конечно, потрясающе совершенно, мы уже говорили о том, что он классный, мы с Максом смотрели в кино, вот это все, короче, у меня есть второй опыт подряд, когда женщина, которая максимально далека, далека вообще от гиковской культуры, от вообще там, типа, анимешной культуры и так далее, типа, вот, мы до этого, когда смотрели в кино, типа, я ходил вот как раз с друзьями, там был мой друг и его жена, которая тоже такая, типа, человек, который максимально далеко вообще от всей этой истории, и вот моя девушка, которая тоже вообще максимально далека, человек пускает слезу, стесняется, но пускает, и такая, типа, ну да, а там грустная концовка, она, знаешь, она философская, она философская, знаешь, есть такой, есть хорошее, в этом плане, термин closure, на английском языке, знаешь, когда у тебя, типа, такой, типа, катарсис своеобразный, она такая прям, ну, ненавижу, аниме, ну, ну, очень трогательно, очень трогательно, очень трогательно, короче, ты советуешь еще раз в weathering with you, я прям максимально советую, если вдруг ваша девушка нихуя не понимает аниме, и вы с ней смотрите всякие там комедии, трагикомедии, триллеры, там, всякие там, типа, сложное кино, простой кино, такое-сякое, убедить ее посмотреть weathering with you, потому что это аниме, у которого продакшн были настолько высокие, в принципе, для того, чтобы человек, который вообще далек от аниме, все эти вот эти, знаете, условности, типа, ну, подумаешь, что нарисовано хуево, зато смысл, вот, чтобы всего этого не было, потому что человек будет видеть, что, типа, нарисовано охуеть как, то есть там каждый кадр просто обосраться какой крутой, так еще есть смысл такой, что, типа, прям человек, который максимально... Тимур опять рассказал нам все то, что он рассказывает, шестой подкаст подряд. Короче, я прям вам максимально советую, типа, по плане аниме, потому что вот донат был про аниме, я вот советую прям посмотреть. Давай, расскажи про две статьи. С человеком, который нихуя не смотрит аниме вообще. По поводу, короче, аниме, еще раз, у нас статья о том, что есть такой стиль, мы сегодня в подкасте уже об этом говорили, о том, что, у японцев они немножко того. Ну, как бы, и русские тоже немножко того, как бы, понимаете? Но в России, когда люди немножко были того, в советские времена делали огромное количество ебанутых нахуй мультфильмов. Совершенно ебанутых просто. Я в детстве, когда смотрел, их просто охуевал, насколько ебанутые мультфильмы. Так вот, короче, в Японии тоже делают ебанутые мультфильмы, а делают аниме, ну, знаете, там, типа, мультфильмы делают жестокие, исикаи делают, делают, там, развращенные мультфильмы, типа, делают мультфильмы, ну, короче, самые разные. Так вот, для тех людей, кто просто заебался, и кому просто тяжело жить, потому что, ну, просто хуйня в жизни происходит, ему просто тяжело. Вот для них сделали отдельный жанр, так называемый, такой вот, знаете, типа, релаксирующего аниме. И самое главное, что таких вещей существует много, типа, там не только, типа, аниме, там существует релаксирующая манга, релаксирующие игры, типа, анимал кроссинг, там, и так далее. Так вот, короче, существует, в том числе, релаксирующий аниме. На DTF собрали классную подборку вот этих самых релаксирующих аниме. Вот у вас в жизни все полный пиздец, все очень хуёво. И вы пытаетесь понять, блядь, как вот в окно не выйти? Это вот аниме, которое, знаете, вам помогут просто вот не выйти в окно. Да. Вы просто смотрите такие, о, прикольно, классно, да? Классный персонаж, ну, прям, ну, хорошо. Ну, хорошо, да, хорошо, короче. И ты, ты вроде уже в окно выйти не хочется, как бы. Ну, прикольно. Ну, там нет никакого конфликта, что ли, или как вообще это работает? Или там обычно нет конфликта? Там обычно, типа, там люди достигают своих малых, таких не очень сложных поставленных целей. Понимаешь, как бы. Короче, если вам тяжело, и вам прям вот, я знаю, нам периодически люди пишут, типа, вот этот кадр, я там, типа, в подкасте, нам пишут люди, которым тяжело. Самое смешное, что я листаю список, и тут видно, что здесь есть очень старые аниме, то есть вот прям видно на порисовке, что они старые. Есть новые, и я не смотрел ни одно. Это правда, да, короче, но нам часто пишут люди, которым тяжело, и мы стараемся вас, ребят, поддерживать. Пишите нам там в донатах, в чате и так далее. Если вам тяжело, пишите нам. Мы даже на имейлы часто стараемся отвечать, как бы нам очень часто пишут люди, которым, ну, прям, вот, тяжко, и мы вас понимаем, как бы. И вот, если вам реально тяжко, посмотрите одно из этих аниме. они специально созданы для японцев, которым тоже очень тяжело, которым прямо тяжело живется социальная точка зрения, социально-политическая точка зрения и так далее. И это то аниме, которое, знаете, какое-то некоторое терапевтическое влияние. Терапевтическое влияние. Ну, оно называется исцеляющее, да, да, поэтому посмотрите, может быть, вам действительно понравится. Короче, список хороший, да, почитайте статейчик. Да, и последняя статья, которая бы, там, типа, я сейчас, знаете, в хорошую историю ухожу, типа, вот, да, вот вам плохо, посмотрите. Сейчас будет плохая история. блядь, если вам неплохо, я вам сейчас расскажу, почему вам может быть плохо, почему вам пиздец, всем нам пиздец, нам всем пиздец. Так вот, короче, охуительная статья на The Atlantic, это, я напомню вам, что это охуенный журнал, совершенно, где публикуют очень часто очень крутые статьи, вышла англоязычная статья на тему того, что вирус победит. Ну, и, типа, почему нельзя прикидываться, что, типа, пандемия закончилась, что эпидемии больше нет, что, типа, можно выходить, там, на веранды, в рестораны и так далее. Почему это все полное фуфло? И почему на самом деле Белгейс победит и вас всех чипирует? А можно в краткую выдержку? Нет, нельзя. Ладно. Короче, идите, почитайте. и раз нельзя, так нельзя. Отлично. Короче, пацаны, мы вам очень советуем, офигительные статьи, поэтому, идите, почитайте. Но, в первую очередь, мы вам напоминаем, что... Секундочку. Сердечко, я сам 100 рублей, что плохого в наноцел, честный, 10 бит, 4К за 650 долларов, выглядит очень вкусно. Да, а потом ты смотришь на них и понимаешь, что наноцели черного цвета практически нет. Это самый главный минус. Ну, а тебе они чем были? Мне нравится, что в канете говорят, типа, что у оледов всего 600 нит, не, короче, ну, ты понимаешь, что на самом деле уже даже игровые разработчики поняли, что у оледов и у LCD разное количество яркости означает абсолютно разное количество яркости физически живое. А наноцел не советую. Там даже сама линейка телевизоров и у LG странно. Такое. Лучше уж на олед подкопить, серьезно. С Антон занес на 800 рублей. Первый донат, может быть, уже говорили, но Макса засвечивает. А это, братишки, бесполезно объяснять Максимке. Макс, а что ты не делаешь на, вот, камера на настройке, как я, типа, он говорит, что у него очень яркий экран. Мы с этим ничего сделать не можем. У меня 400 нит здесь, и 350, ой, и 400 км. Я специально для того, чтобы его проверить яркость своей трансляции, переношу окошко зума на другой экран, который, типа, были суши. Ладно, проехали. Я думаю, он исправится. Слушайте, мы потихонечку заканчиваем наш стрим. И, в общем-то, наш подкаст, мы хотим в первую очередь сказать вам о том, что, типа, пацаны, все, кто нас смотрят в онлайне, вы большие герои, потому что, ну, мы выходим в последнее время поздно. Но учитывая, что нас смотрят там 400-500 человек, это очень, конечно, круто. Вот под конец, у нас сейчас там осталось почти 400 человек. Это очень классно. Спасибо большое всем тем, кто остается с нами прямо во время трансляции. Всем тем, кто нас слушает, типа, вне трансляции, прямо в записи, тоже вам огромное большое спасибо. Если вы вдруг не подписаны на наш YouTube-канал, обязательно ищите на YouTube завтракаст, типа, и подписывайтесь на нас. И не забывайте про наши социальные сети. И самое главное, очень многие наши слушатели жалуются, а мы вам повторим. Дело в том, что у нас существует специальный Twitter-аккаунт, который называется Завтрастрим. Ну, завтра как завтракаст, стрим как стрим. И Завтрастрим это специальный твиттер-аккаунт, который вы можете поставить на любое мобильное устройство, ну, мобильный аккаунт из Twitter. Там есть специальная кломбочка, типа, уведомлять пушем о каждом твите этого аккаунта. Мы туда особо не пишем, поэтому приходят только пуши о именно началах наших стримов. Да, мы только пишем о том, что мы вышли в онлайн, типа, на стрим. Все. Вот, вам будет, соответственно, приходить пуши о том, что Завтрастракаст вышел вот, захотите не пропускать то, что мы вышли в онлайн, подпишитесь на Завтрастрим в Twitter. Еще есть Telegram бот в Завтрастрим тоже в Telegram, но его сделал один из наших слушателей, мы за него отвечать особо не можем, но он вроде как работает тоже, поэтому мы можем только о нем просто сказать, что он существует. Вот и все. Короче, пацаны, спасибо большое всем тем, кто нас слушал, кто на нас подписан, кто нам ставит плюсики, кто нам ставит пять звезд в iTunes, и самое главное, большое спасибо нашим замечательным патронам. которые нас поддерживают, верят в нас уже такое огромное количество времени и вкладывают в нас деньги. Благодаря вам мы можем продолжать вообще существовать и что-то делать. И это очень круто. Но в первую очередь мы хотели поблагодарить, как вы знаете, наших патронов, которые заносят нам больше всех денег. И в первую очередь это, конечно же, 5D Trade, Алекс Кулов, Алексей Кольцов, Антон Серебренников, Артем Логинов, Артур Галиулин, Евгений Петрунко, Fappening Book, Fappening Book.com, Funko Pop Russia.com, коллекционные фигурки в России, fixfortrader.ru, героям слава, Григорий Яфа. Димка, почему ты каждый раз перепутываешь наших патронов? Там же должно быть... Слава Украине, героям слава. Это же оба наших патрона. Григорий Яфа, Илья Кузнецов, Иван Ткачев, Джаггер Меш, Маринад, Майк Брюханов, Мистер Берни, Мистер Валери, Никита Стрельников, Орех, Павел Петлич, Павел Стариков, Полониум, Радамса, Реплейгейм-кафе в Санкт-Петербурге, Слава Украине, ну, мы уже упомянули, Ти Юджин, Валерия Неборская, Владимир Ходоков, Владислав Сульянов, Вловостель Мощук, Юрий Косарихин, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Аугментированный Абельсин, Дмитрий Лобаков, Женя Тонев, Михаил Аронов, Ромочка Какашкин, Господи, каждый раз, Сережа Шатальников, Ярослав Хориченко. Ребят, спасибо большое, что вы нам заносите, и спасибо большое, что если вы нас вообще поддержите на Патреоне, даже типа какой-то маленькой копеечкой. Это очень-очень круто. Слушай, конец был тяжело уже, честно вам сказать. Мы слишком много говорили про Next Gen. Три половины часа? Ну... Next Gen-а! А вы говорите, Next Gen-а нету, а он есть! Три с половиной часа Next Gen-а! Пацаны, три CGI-модели на трансляции из авторкаста. Да, если кто не понял, дело в том, что на PlayStation на трансляции про PlayStation 5 периодически между трейлерами появлялись различные функционеры типа студии PlayStation типа и самого PlayStation. И они были сделаны так, что людям оказалось, что это 3D-модели, короче. А это был просто ковергрейдинг. А это был просто ковергрейдинг, типа смоустринг, там вот это все. И в итоге, типа даже сами чуваки из PlayStation начали шутить по поводу того, что типа знаете там Horizon, там Forbidden West будет вот это, это вам сообщает. 3D-модель меня! Да-да, это Хермен Хюльс писал. На самом деле самое офигенное. Да, будем заканчивать, но под конец. В конце презентации PlayStation была большая секция, где разработчики рассказывали, какая консоль классная, и там знаете, кто была? Там была Nina Strutters из Devolver Digital, а если вы не знаете, это выдуманный персонаж с конфидивор, Devolver. То есть ее не существует. Мне показалось, что это классным моментом. Да, отлично. Прямо, знаешь, такой маленький омочек, то есть самое E3. Ладно, давайте. Да, давайте до следующего раза. Всем пока-пока. Спасибо, что смотрели. Отчасти, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok